Здравствуйте! Я даже удивлен, что я вас всех вижу, потому что я как бы последнее время что-то отвык читать у живых людей, обычно все это не получается. И даже сейчас, до последнего момента, организаторы говорили, что ну давайте подождем, мы на неделю перенесли не из-за чего-то, а именно из-за боязни того, что ничего не получится, что не удастся начать вовремя. Ну, в общем, все получилось и хорошо. Я только не знаю, может быть, здесь можно выключить свет частично? У нас нет. Да, потому что... Да, обычно опыт показывает... Нет, наоборот лучше. Вот так, наверное, будет хорошо, да? И вам удобно, и мне. Извините. Вот. И как бы с началом пандемии много что изменилось, да? Я совершенно привык уже читать там перед компьютером, просто перед камерой. И как бы даже испытываю некоторое не то чтобы боязнь, но удивление видя просто зал. Да? Вот кто бы мог подумать. И мы... Ну, в разных видах я, конечно, рассказывал о этой истории и думаю, что буду еще. И сегодня мы попытаемся за время этой лекции кратко поговорить о том, как вообще развивалась история этих мест. Вот округи Везувия, которая попала под разрушительное землетрясение 79-го года н.э. Почему вообще здесь появились Помпеи, чем они были. Мы потом уже подробно будем рассматривать отдельные, скажем так, особенности этого города. А пока просто в целом попробуем посмотреть, что же здесь такое. Я, собственно, никогда не думал, что я буду в этом разбираться. Вот. Но получилось так, что в 2010 году начались раскопки метажной экспедиции, стабианской экспедиции в Помпеях. Вот этот вид из окна. Я к нему так привык. Но уже два года не вижу его. Ну, действительно, связи сохраняются с Италией. Я думаю, что они в этом году уже заколебались, разрешить ли нам, но еще боятся. А в следующем, может быть, мы вернемся и продолжим наше исследование. Но так или иначе, 10 лет работы в этом месте не могут, конечно, не повлечь интереса к нему, к этой местности и увлечения ее. Вот. И поэтому, конечно, за время работ мы не только как бы уныло копали велостабий, о которых мы тоже еще поговорим, и мы сегодня поговорим о наших раскопках прямо. Вот. Но и вообще добирались всюду, куда можно только добраться. И такой забавный эпизод, что, понимаете, в Италии очень много красивого и хорошего. И когда-то, когда я бывал первый раз в Италии, я решил, что я как античник, должен обязательно побывать в Помпеях. Это вот железно побывать в них, вот хоть трава не расти. Мы жили у одной нашей знакомой, итальянского археолога в Гассетто. Это Тоскана. Это еще так часа полтора до Рима ехать. Севера. И мы были с коллегой, сказали, что мы обязательно доедем до Помпеи. Это была примечательная история. Мы на ногах ночевали в Риме. Нас принимали за двух проституток. Я тогда носил длинные волосы. Вот. Но я пользовался все-таки меньшим успехом, чем дама, надо признать. Вот. Да, это был, конечно, тяжелый удар. И мы туда добрались, там, сфотографировались в театре, перелезли через все заграждения и назидческие ряды. А наша вот коллега сказала, да, Помпеи, это так интересно. У нас в университете был целый годовой курс по Помпеям. Ну, и так примерно то, что мы за эти четыре лекции проскочим, даже за две. Я, правда, там ни разу не была. Да? При том, что, ну, от Рима до Неаполя ехать на скоростном поезде меньше часа. Ну, и еще там полчаса до Помпеи. Так что даже не всякий античный археолог доедет до Помпеи в Италии, что меня потрясло. Итак, поизвините, видимо, в другую сторону перевернул, да? Придется попросить вас вернуть. А, вот. Так, сейчас посмотрим. Сейчас. Ага. Ну, вот знаменитый памятник. Это Певтингерова карта. Это, ну, условно говоря, единственная античная дорожная карта. Если честно, просто единственная античная карта, которая до нас дошла. Но карта очень странная по той причине, что она была рассчитана не на, ну, не современного типа карты, а на купцов, которые должны просто знать, что по этой дороге, там, через 30 миль что-то будет. Поэтому там все сплюснуто. И, например, с синизу, если я не ошибаюсь, это уже Африка. Ну, им же все равно, как бы, да? Она должна быть компактной. Вот. И здесь, собственно, вот это Неаполь. Вот это, кстати, подземные ходы, которые идут к кумам. Тут все так сложно понять. Вот это Везувий. Ну, потому что дороги-то с двух сторон идут, да? Не знаю, что это красиво. И здесь присутствуют помпеи. Причем забавно, что помпеи маленькие, стабии вообще обозначены как местность. Что, собственно, правильно. Зато огромный город Аплонтис, который очень мало раскопан. В действительно, Аплонтис меньше помпей, конечно. Но это же дорожная карта и расстояние в милях. То есть, вот, и на этой карте мы тоже видим эти города. То есть, они были известны и значимы еще в античное время. Ну, а вот так это выглядит по-человечески. Собственно, долина Везувия, Неаполитанский залив. И те пункты, о которых мы будем говорить. С легкой руки такой автор Кривченко, который издал советский путеводитель, такой очень простенький, который назывался Помпеи Геркуланом Стабии. Это так и вошло во все учебники. И я пытался это исправить. Несколько лет назад, когда у нас была помпейская выставка, написал маленькую книжечку, которая называлась Помпеи Аплонтис Геркуланом Стабии. Чтобы хоть Аплонтис вошел, он все-таки раскопанный город. Ну вот, находился он примерно вот здесь, на месте современной Торы Анунцаты. Здесь даже его тоже не пометили. И вот об этих местах мы и будем говорить. Вот, я не знаю, у меня, наверное, 40-50 фотографий из окна. Там Везувий утром, Везувий днем, Везувий осенью, Везувий летом, Везувий весной. Действительно, этот потрясающий вулкан не может не привлекать внимания. Как ты, вот даже если ты где-то вот на краю видишь его поле зрения, все равно все время к нему повернешься и посмотришь. Ну и вот, конечно, он выглядел немножко по-другому в те времена и привлекал внимание любых мореплавателей, которые вплывали в Неаполитанский зарив. Вот так вот Везувий выглядит сверху. Это его основное жерло. И вот мы видим следы лавовых потоков, которые разновременно, есть их специальная карта. Но мало кто знает, что, конечно, если вы залезете на Везувий, то иногда можно увидеть, как вырывается небольшое откуда-то облачко дыма. Непонятно откуда. Оно просто вдруг возникает. Но Везувий, конечно, не может относиться к действующим вулканам. Он вулкан спящий. Зато в округе Неаполя есть настоящий действующий вулкан. Это вот, собственно, он как раз. Сульфатара. Это вулкан, который находится к западу от Неаполя, в районе Пациол. И там как раз осталась половина кратера. И если будет извержение, лава пойдет как раз на Пациолы. Просто вот так вот сверху. Поэтому там стоят всякие специальные отражатели, связанные со спутниками. На случай, если что-то начнет изменяться, они просто сразу эвакуируют Пациолы. И видите, там все прекрасно. Там есть кипящее озеро Серы. Ну просто как в аду. Там бьют струи серы и окрашивают камень. Ну и неудивительно, что в античности это место считали входом в аид. Оно и как христианский ад выглядит вполне себе ничего. Причем забавно, что мы туда, когда первый раз ходили, участники нашей экспедиции, парни были в ботинках, а девушки в босоножках. И вдруг они стали с визгом прыгать. Оказывается, из почвы через мельчайшие невидимые трещины бьют маленькие струи раскаленного газа. То есть мы вот уже в ботинках их не чувствовали. То есть там 3-4 сантиметра. А их они поджаривали слегка. Поэтому, я думаю, это производило впечатление на местных жителей. Так что рядом есть еще вулканы. И, кстати, это место, Флегрейские поля, считается самым опасным вулканическим местом Южной Европы. Ну, только на островах страшнее. Вот так сейчас выглядит округа Помпей. Вот это вот серое пятно такое, вроде города, а вроде нет. Это и есть древние Помпеи. Это вид с горы Фаито. Гора Фаито чуть пониже Везувия, находится южнее его. Прекрасные виды. И вот тоже, наверное, есть посовременнее фотография. Но понятно, вот такой город мертвых. Он существует и выглядит действительно как городок. Если так не придираться к цвету, Помпеи вполне теряются в этой вот, среди этих поселений Неаполитанской, то есть Везувианской долины. А когда-то здесь было очень красиво. Вот у современного туриста, который попадает первый раз и едет от Неаполя, кажется, что город не кончается вообще. То есть вот как Неаполь начинается, так и упирается в Сарентийские горы. В действительности, когда ты едешь уже много раз, я не знаю, 50 раз проехал, может, 100, ты уже знаешь, о, вот город закончился, начинается другой. Ты видишь, что меньше домов, больше каких-то заборов. Но когда-то вот так выглядела река Сарно, ее устья, ну, пени мы видим. И здесь были птицы. Сейчас от реки Сарно, ну, не то, что не осталось ничего, она есть, но она вся идет в каналах, и ничего подобного вы уже не увидите. Эти места пользовались огромным успехом еще с древности. И до сих пор я никогда не думал, что слово Помпеи, я все время, вообще вот эти знаменитые курортные и туристские места, я буду слышать все время в контексте какой-то еды. Да, то есть вот когда мы там роды первый раз, приехал наш итальянский коллега и принес мешок моцареллы, буйволиной, конечно, вот, и сказал, это из Помпеи. И я не думал, что слово вот Помпейская, и ты думаешь, живопись, да, археология, моцарелла. К сожалению, это совершенно ужасно, когда она скатывает ностальгии, и я пытаюсь купить моцарелла у нас, такой страшный удар вообще каждый раз, и еще там полгода не могу на него смотреть, потом снова ностальгия. Снова, конечно, буйволина и моцарелла – это вещь. Вот, рядышком, прямо со стабиями, буквально километра, находится Граньяна, они считают их лучшими макаронами. Да, и, ну, конечно, древние римляне и древние греки, которые жили здесь, не ели ни моцареллу, ни буйволину, тем более, ни макароны, но вообще эти места действительно, ну, как скажем, благословенные. Но вино все-таки они пили, да. Вот это самое популярное в районе Везувия вино называется «Вакрима Кристи дель Везувия», то есть «Слезы Христа», и многие спрашивали, что он там делал, так как, очевидно, плакал. Вот, но в действительности, конечно, кто знает «Вакрима Кристи», это просто такой вид винограда. И на Везувии, и на вершине продают бутылочку, на которой могут поставить даже печать, что куплено на вершине Везувия нигде не будет. Ну, по вкусу такое же, как и у подножья. Ну, вот, но видите, да, вот Везувий, естественно, присутствует даже на этикетке. И, конечно, вино местное всегда отмечали, оно очень хорошее. И вот вообще компанские вины с древности считались очень неплохими. На это обращал внимание еще древнеримский врач Гелен. Он крайне рекомендовал Неаполитанский залив для поднятия здоровья. Ну, вот, ну, я когда первый год мы отработали, была страшно тяжелая работа, я думал, что последняя я потеряю. Вот, но помню, мы, значит, приятель мой выкатил тачку земли, значит, я стою рядом с лопатой, мы такие покачиваемся, а сейчас жара, просто ужас. И он говорит, я одного не понимаю, почему здесь все цветет? Ну, действительно, жара там градусов 37, просто вот такой марево висит. И в этом все глухает, огромные цветы, висят там лимоны вот такого размера. Это, об этом стоит задуматься, понимаете, когда задается вопрос, а почему такое прекрасное случилось? Обыкновенный человек, он что-то говорит о судьбе, о случае, о боге, ученый пытается понять, в чем дело. А вот в чем дело. В Италии вообще, в принципе, огромное количество природной воды. Вот больших рек там мало. Ну, действительно, великая итальянская река Тибр, конечно, мощная река. Но сравните ее, да, там, с Волгой или Доном. Но вот. Но очень много подпочвенных вод. А в долине Везувия их еще больше. И самым крупным таким пунктом являются стабии. В стабиях зафиксировано даже до настоящего времени больше 40 источников. Минеральная вода идет через кран. То есть ты, конечно, если фанатик, можешь купить ее в магазине. Но смысла не имеет. И я как-то у меня... Я люблю чай. Это ужас в Италии. Это невозможная вещь. Вот. Я нашел первый раз чайник в пятом по счету магазине электротоваров. Нет электрочайников. Люди делают только кофе. И он стоил что-то 50 евро. Я сказал, что я не готов. И стал возить чайник с собой. Ну вот. Так вот, я уже привык и даже различаю приятный вкус минеральной воды в чае. Вот. Никогда не думал, что это случится со мной. Но, действительно, там есть и специальные такие фонтаны, где ты можешь набрать на улице минеральную воду. Но, в принципе, далеко ходить не надо. Она везде такая. Потому что проще набирать ее из источников, ну, как бы водопровод городской, чем, как-то там, не знаю, ее очищать водореки Сарно. И еще с 19 века это оценили жители Стабий. И они организовали сначала старые термы. Термы в римском понятии это теплые, как бы, бани. Но это перешло на вообще такое СПА в Италии. Термы это просто СПА. А там вода может быть не горячей. И там были новые термы. То есть старые термы это вот новые термы. Все сейчас закрыто. Все в полном упадке. Иногда вот мои друзья, они говорят, ну, какой можно вот лозунг, да? Жить, как в Европе. Я говорю, я готов, но только не в Кастер-Амаре. Вот. Потому что просто выбитые окна там и так далее. Вот этого уже не увидишь, к сожалению. А вот эта фонтана работает прямо на городской площади. Иногда люди набирают оттуда воду. Но это, видимо, они живут где-то, где воды нет. Потому что проще подойти к крану. Вот. И, конечно, эти места привлекли греков. Ну, греки везде совали свой нос. И произошел такой удивительный момент. Раньше, я помню, даже когда я учился еще в ВУЗе, все рассказывали мне, что греки осваивали территорию примерно так. Они сначала поплыли-поплыли, основали колонию. Освоились немножко, поплыли дальше. И вот так вот, как лягушки, прыгая с острова на остров, как это описывали в римское время, они все осваивали. Ничего подобного. Самые ранние греческие колонии, самые дальние. То есть сначала они ставили самую дальнюю колонию, а потом осваивали промежуток. И вот первая греческая колония, вот это как раз рисунок греческого корабля и его изображения, появились вот там вот, видите, там остров Иске. Это самый крупный остров Неаполитанского залива. А перед ним остров поменьше, Прочида. Там Бородский бывал, даже, говорят, написал стихотворение. Какой-то островок такой небольшой, знаменит своей тюрьмой. Правда, закрыли недавно, теперь вообще никаких достопримечательностей. Но там дальнюю часть сестры, видите, такой вот островок. На нем находится Микенская стоянка. То есть середина, ну не середина, она где-то 14-13 веков. То есть сюда доплывали микенские греки. Они вот, извините, вот он остров Прочида. Вот на нем они как раз основали свою первую колонию. Потом перерыв, и в 8 веке колония на острове Иске. Как вы понимаете, это не может быть случайностью. А расстояние между колониями километров 15 по морю. Ну, не могли они методом тыка попасть дважды в одно и то же место. Конечно, сохранялись легенды. Что-то сохранялось. Они знали, куда они плыли. Ну и места, конечно, их эти очень привлекали. Вот Пятикуссы. Вот здесь вот как раз это Лака-Амена. Сейчас селение небольшое. Я фотографирую как раз с трассы археологического музея. Там маленький археологический музей. Очень приятный. И вот на этой горке был город. А вот в этой долине перед ней находился просто огромный производственный комплекс по железообогатительному и бронзо-железоплавильному делу. В огромных количествах найдены печи. Их привлекал металл. И чтобы его найти, ну все знают, что железо есть везде. Знаете, переход к железному веку связан с тем, что железо можно добыть в любом болоте. Добыть можно, но оно вас не порадует. Как бы это очень плохое железо. Нужно хорошее. И вот они лезли во все стороны, ища металл. И здесь как раз его добывали. Колония была Эвбейская. Это такой большой остров, который большую часть древней истории принадлежал Афинам. А вот они были первые такие колонисты. И дело было тяжелое. Вот один из кубков, найденный на как раз пяти кустах. И видите, вот здесь плохо видно, но на прорисовке видно, что перевернутый корабль, плавают тела погибших, а одного ест огромная рыба. Ну, вряд ли это изображение кораблекрушения мореплавателей в другие страны. Потому что, как вы понимаете, там пить из кубка, который изображает, как тебя и твои товарищи едят рыбы, не очень интересно. И вообще странновато. Скорее всего, это какой-то миф изображен. Но, может быть, страшные враги все погибли. И вот как-то из черепа врага пью. Но, конечно, такое легко могло быть с мореплавателями. Интересно, что именно здесь, именно на пяти кустах, была найдена одна из самых ранних надписей греческих. И она стихотворная, относящаяся к рубежу 8-7 веков. Там был тоже найден такой кубок, и на нем было написано, что «Нестра, я приятная чаша для питья, и кто оттуда будет пить, того желание Афродиты охватит». Это еще и стишок. То есть только появилась письменность, и греки еще шутить стали. Потому что вообще у «Нестра», легендарного царя, была золотая чаша. И потом потихонечку греки, утвердившись в этом месте, начинают расползаться. Еще в первой половине 8 века. Это вообще одна из самых ранних греческих колоний. Она даже еще геометрического времени. Дальше они осуществляют Кумы, огромный город, который сейчас заброшен. Потом Путиолы, потом дальше еще одну маленькую колонию. Вот примерно тут, которая называлась Протенопа. Интересно то, что названа она была в честь сирены. Потому что эти именно места считали за места приключения Одиссея. И вы знаете, что случилось с сиренами после того, как Одиссея перед ними проплыл? Вот все как-то знают, что случилось с Одиссеем. А с бедными-то сиренами. Сирены, как настоящие монстры, не выполнив задания, немедленно самоуничтожились. Они попрыгали со скал и погибли. Вот обратите внимание, как сфинкс. Разгадана загадка сфинкса, и сфинкс гибнет. Я думаю, что уфологи должны задуматься об этих роботах, которые, не выполнив задания, немедленно уничтожаются. И тело самой юной и прекрасной сирены Партинополь туда вынесло, и в честь нее была названа колония. И, наконец, Неаполь, которым была осуждена долгая судьба. Видите, греки так медленно ползли по берегу. Кто же основал Помпеи, Геркуланум? Неизвестно кто. Но скорее всего... Нет, Геркуланум греки точно. Там есть следы. Назывался он, конечно, Гераклей. Ну, не в честь Геракла, а не Геркулеса. Помпеи, похоже, тоже сначала основали греки. Это дискутируется. Но, конечно, они пытались освоить побережье Неапольтанского залива. Вот когда я первый раз попал в Неаполь, вот как раз ту поездку, еще вот после этой бессонной ночи на ногах, и сначала в Помпеи, а потом смотреть археологический музей. И мы шли через старый город. Какое отвратительное место. Узкие улицы. На тебя вот это белье капает вода. Еще запахи приятнейшие. Значит, проносятся эти мотороллеры. Думают, какой ужасный город. И причина этого во многом связана с тем, что вот эти улицы, там, Виадаль-Трибунале, Виадаль-Дуому, это улицы древнегреческого города. Они до сих пор идут по тем же направлениям и такие же по ширине. Ну, просто дома стали расти выше. И поэтому в течение времени я просто гуляю по Неаполе. Мне так нравится старый город. Очень приятные узкие урочки. Как романтично падает, капает вода. Ну, запахи. Здесь здесь такие. В общем, я большой поклонник старого города Неаполя. Все изменилось. И это вот, если занизить здание, так же стояли когда-то древнегреческие дома. А в Помпеях самым таким ранним местом является так называемый треугольный форум. Ну, это скала, это старая Акрополь. И на нем, видите, есть храм. Сейчас считается, что это тоже храм Геракова, ну, Геркулеса впоследствии. Он довольно странноватый, но, конечно, похож больше на греческие храмы. Вот, например, отличная капиталь дарийской колонны. Таких вообще почти нет. Грибочек такой напоминает. Колонны были тогда узкие, а капитали широкие. И стоит он на ступенчатом основании. Ну, если это не греческий храм, то сделанный греческими архитекторами точно. Вскоре в этих местах появляются этруски. В действительности этруски всегда были где-то рядом. Место, где проживали, основная территория проживания этрусков, это, естественно, Тоскана, Север-Латция, ну, как бы Затибрия. И недаром как бы латинский Тибр находится на левом берегу, потому что правый берег был этрусский. За него приходилось воевать. Но и около Болонии есть такой большой этруский анклав. Но, извините, было еще два анклава на юге. Один из них – это Капуэ. Капуэ – это совсем близко. Это как раз современная Тоскана. И этруски очень сильно влияли на эту зону. Вот как раз Капуэ. И в итоге этруски, конечно, смотрели на Кумы. Кумы был жирный, богатейший город. Что-то было нужно с ним делать. Сначала большое войско подошло пешее. В VI веке, в 524 году, произошла первая битва при Кумах. Потом, уже через 50 лет почти, в 474 году, произошла вторая битва при Кумах. Теперь уже морская. Этруски и Карфаен сражались. И оба раза были разбиты. Не удалось захватить Кумы. Вот как раз Капуэ. Но это уже, конечно, римский амфитеатр. Тут прямо рядышком школа, где Спартак учился, гладиаторская. Но когда-то был это русский город. Надо сказать, что после захвата, после захвата, попытки этой захвата, разгрома морского, Дионисий Сиракузский, тиран Сиракузский, который помог жителям Кум отбиться, он вот на этом островке, рядом с Иске, основал собственный форт. Остров, конечно, совершенно замечательный. И кто-то из участников моей экспедиции сказал, снаружи как Авалон, внутри как море. Внутри действительно просто страшно, такое подземелье, очень неприятно. А снаружи, ну просто красота. Это Арагонский замок. Но тут, как бы, и казалось бы, греки удержались. Но тут появляются сомниты. Вообще, оскские племена, племена оскской группы, жили здесь все время. И они постепенно заняли, собственно, и Помпеи, и Геркуланом становятся именно оскскими. Причем, возможно, довольно мирно. Ну, имеется в виду, что греки просто концентрировались вокруг Неаполя, вокруг Кум. А так они наступили. Но когда в дело вмешались сомниты, все пошло наперекосяк. Сомниты, воинственные племена, вот изображение их из могил Пестума, видите, они в таких шлемах с перышками, конные, пешие, штандартами, просто со знаменами идут. Как известно, сомниты были яростными соперниками Рима вплоть до первого века до нашей эры. И они захватывают сначала каплю, отбивают у этрусков, потом они в 421 году берут кумы. То есть досталось и тем, и другим. Это русские все мечтали о каплю, а вот. Они подчиняют себе Геркуланум, Помпеи, и недаром самый древний, как считается, дом Геркуланума называется Сомнитским домом. В честь сомнитов там надпись на оскоском языке. Но удержался Неаполь. Неаполь удержался, и так и продолжил существовать здесь в качестве греческого города. Римляне методически воюют против сомнитов. Неаполитанский залив привлекал всех. Прекрасная, огромная, плодородная зона. Почва, насыщенная вулканическими материалами. Пожалуйста, палку воткни, все растет. Замечательно. И даже латинские войны, сомнитские войны все время сражения происходили здесь. Воевать, наверное, было приятно в таких хороших условиях. И вот это картина Рубенса, которая как-то неудивительно называется «Гибель Публия Деце Муса в битве при Везувии». Мне кажется, что сам Бог велел изобразить и сверкающийся Везувий рядом. Но, видимо, вот как-то Рубенса это не привлекло. И это история о том, как перед битвой было предзнаменование о том, что битва может быть выиграна только в том случае, если погибнет один из консулов римских. И когда случился тяжелый момент битвы, то Деце Мус кинулся в середину битвы и погиб. Вот видите, он гибнет, но смотрит, надеясь, на божественное вмешательство. Ну, историчности в этой картины никакой, но вот даже Рубенс, видите, обращался к этим событиям, чего я не знал, только узнал, когда готовил эту функцию. Впоследствии все равно побеждает Рим. Вот видите, замечательная такая монетка, изображающая римский символ волчицу и Рома Уэрэма, и написана о романе, но эта монета выпущена, чеканенная Неаполем. Неаполь сразу понял, кто здесь главный, и это его спасло от многих сложностей и последствий. Во время Второй Пунической войны в 1818, ой, в 218-211 годах Ганнибал, конечно, тоже пошел в Тоскану. Ну, лучше же там, да, всех сюда. Ой, извините, Тоскану, в компанию. Вот. И вот его путь, и вот видно, что как раз вот здесь вот все время, ведь он отсюда уходил, возвращался. Ну, плодородная земля, тем более, что Капа открыла ему ворота, было где зимовать, и, например, в 16-м, 15-м, 14-м году проходили Первая Битва при Ноле, Вторая Битва при Ноле, Третья Битва при Ноле. Кстати, мало кто о них знает, а в них был бит Ганнибал периодически, да, то есть это были битвы, которые заканчивались успехом для Римлян. Ну, не катастрофическое поражение. Ну, мы как-то помним, что Ганнибал все время побеждал Римлян, а потом почему-то уплыл к себе в Карфагин, и там был, наконец, разбит. Нет, ничего подобного. Не было поражений Ганнибала подобных битвами при Каннах, да, или вот при Требии, но... ой, при Требенском озере, извините, вот при Требенах. Но мелкие поражения он нес, и как раз здесь, в Кампании, Нола, это Кампанский город. Вот как раз Нола указано, где Ганнибалу пришлось не сладко. Римляне в основном занимали позиции на горах, как бы, да, и принимали бой в удобной для себя точке. Самые уже интересующие наши события называются во время союзнической войны. Это 91-88 годы. Это война очень неприятная для Рима, потому что восстали многие италийские племена, которые римляне считали своими союзниками. Они были недовольны тем, что им не давали римское гражданство, да, как бы, воевать они за Рим воевали, а гражданами стать не могли. И вот здесь любопытные монеты. Это монеты союзников, видите, одна монета нижняя, это где они дают клятву сражаться против Рима, а сверху это бык, символ сомнитов и осков, топчет римскую волчицу. Волчице неприятно. Вон, видите, да, такая она. Вот. Но, тем не менее, союзники были разгромлены, и именно во время этих событий выдвигается Сула, будущий диктатор. В апреле 89-го года он осаждает Помпеи, он берет Геркуланум и берет стабии и разрушает стабии так хорошо, что их до сих пор никто не может найти. До сих пор досуланские стабии не найдены. Ну, это связано с тем, что, как вы понимаете, поверх всего лежит там 3,5-4 метра пепла извержения 79-го года, и нужно, чтобы повезло. Но, слушай, такие мелочи находят, там нашли какие-то мелкие святилища, находят некрополи раннего времени, а вот стабии нет. Ну, предполагаю, что это, может быть, не был город, а небольшая укрепленная крепость, но все равно сама по себе забавная история. Города стабии до Сувы нет. Судле очень понравилось. Вот его портрет, место оказалось прекрасное, и он даже построил себе собственную виллу где-то в северной части залива. вот и как раз вид района стабий современных, где как раз, может быть, где-то здесь находился город. Есть очень хорошее для него место, но там сколько ни пытались копать, пока ничего не нашли. Надо сказать, что итальянских археологов не очень интересует все, что было до 79-го года многих, и когда мы начали раскопки и нашли нескольких-то ранних, ну, черновакую керамику нашли, монету республиканскую Рима большую в ямах пробивающих пол 18-го века, то наш куратор от охраны памятников сказал, что это совершенно все неинтересно. Надо вот там маморный пол чистить, кому это интересно? Может, еще бы копнули полметра и нашли бы эти самые стабии, но мы не отчаиваемся. И здесь начинают возникать в округе области стабий и дальше по Непритаминскому заливу виллы. Ну, вот это как раз изображение римской виллы, довольно, вполне нормальное. Эти места становятся местом отдыха. Цезарь здесь в итоге строит свою виллу. Его вилла, как считается, археологически найдена в районе Баи. Ну, конечно, неприятными событиями были восстания Спартака. И вот это единственная прорисовка, где считается, что изображен Спартак. Вот он, это русская гробница, где хозяин страшно хвастался тем, что он ранил Спартака в битве. Как вы понимаете, римляне не светили это восстание. Ну, зачем рассказывать рабам, что можно так круто восстать? Вот. Но, видимо, для хозяина этой гробницы было настолько выдающее событие его жизни, что он его зафиксировал. И надо признать, что ведь первое место, где Спартак восстание произошло в Капуе, и они спрятались на Везувии, скорее всего, в горах Везувианской Соммы. Ну, а потом они разбромили несколько мелких римских отрядов и дальше уже ушли отсюда. Наверное, конечно, для жителей Помпеи, Геркуланума, Аплантиса, Стаби, это было нехорошее время, потому что рабы бежали отосюду, как сказано, и от них тоже, но взять эти города и даже виллы пограбить ему не удалось. Вот как раз Цезарь, которому здесь тоже нравилось, всем нравится. И вот он в Бае как раз построил себе виллу. В Бае, надо сказать, последствия в императорское время были таким курортом, связанным, видимо, с какой-то религиозной деятельностью, храмы и всякие спа-комплексы. Удобно. Октавиан Август, вот его статуя из Прима Порте и так, как она, видимо, выглядела в момент, когда еще стояла, раскрашенная. Октавиан Август тоже любил эти места и тоже здесь построил себе виллу в районе Нолы. Сейчас считают, что нашли эту виллу и даже станцию в железной дороге сделали рядышком, а виллу саму еще не открыли для просмотра, но довольно большая, и он здесь и умер, либо в самой Ноле, либо на этой вилле. То есть, как вы видите, императора сюда просто тянуло, ну потому что очень хорошо. Император Тиберий, вот его портреты эрмитажный и неэрмитажный, так полюбил Неаполитанский залив, что построил на острове Капри, вот как раз вот там, виллу Йовис и из нее управлял Римом. Это он правил где-то до 37-го года нашей эры. Ну и, как вы понимаете, к императорам всегда начинают подтягиваться не императоры. Вообще, виллы Тиберия были разбросаны по всему острову. Вот здесь у него еще была вилочка, вот здесь была вилочка, и вот здесь дометило, вилла Градова. Приятно, когда остров Капри это парк твоей виллы, правда? Вот. Ну, император, конечно, не разменивался на мелочи, но в результате аристократия еще раз сюда подтянулась. И вот Стабий, Аплантис, ну, поблизости от императора жить удобнее. Как видите, не только аристократия впоследствии подтягивалась на остров Капри, вот одна из многочисленных картин советских художников, которая называется Максим Горький и Владимир Ильич Ленин с рыбаками на Капри. Надо сказать, что писали они, конечно, по открыткам, и видно, что неплохо себе представили неаполитанский залив, потому что таким образом видно только от Неаполя, это другая сторона залива. Заплыли рыбачки. Вот. Ну, ладно. Вот, собственно, вилла Йовис, она сохранилась очень неплохо, это грандиозный памятник, только до него долго идти надо вверх, но если окажетесь на Капри, не пожалеете, посмотрев на виллу Йовис, виллу Тиберию. В это время, конечно, Помпеи активнейшим образом развивались. Вот на римляне, когда Помпеи сдались во время союзнической войны, непонятно, но вероятнее всего где-то в 88-м году. Захватить их штурмом не удалось Сулли, хотя на стенах Помпеи до сих пор сохранились следы римских метательных орудий. Их не так сложно увидеть, такие отпечатки ударов каменных ядер. И когда археологи стали изучать разные надписи, то они обнаружили Оскские надписи времен осады Помпеи, там здесь стоит отряд такого-то, стрелочки, куда надо бежать в случае штурма. То есть помпеянцы так хорошо были к этому готовы, но потом, видимо, поскольку уже дело было проиграно, они сдались и римляне делают здесь римскую колонию. Римская колония делалась обычно очень просто. Просто выселяли население города и заселяли римлян. Но не всегда полностью. В Помпеях, судя по всему, выселили примерно треть. Ну, не значит, что выселили, уплотнили или как-то. Ну, и в результате, конечно, в городе стало жить большое количество римских ветеранов и все немножко изменилось в его политике. А геркуланами, похоже, выселили просто всех. Просто заселили новое население. И надо сказать, что римляне, несмотря на их идею все переустроить по их образу, они часто оставляли что-то, что им нравилось или было удобно от предшественников. И вот эта форма Помпеи, там стоят такие туфовые колонны. Это колонны оскские. Еще их форума. Ну, потом, естественно, все перестраивается. Храм Аполлона, похоже, еще греческий храм, очень ранний. И он полностью был переделан. Там от греческого не осталось ничего, только место. И вот статуя Аполлона как раз здесь стоит. События извержения Везувия приходится на время недолгого правления императора Тита. Он правил всего-то с 79 по 81 год. И вот с самого начала его правления произошло это событие, которое, конечно, на всех произвело впечатление. Ну, это все равно, что, скажем, какой-нибудь город, ну, не знаю, вроде Твери с ближайшей местностью полностью уничтожен. Ну, по нашим меркам, да, современным. Не надо, ну, часто там говорят о маленьком городе Помпеи, о стандартном городе Помпеи. Как вы понимаете, Помпеи не были стандартным городом? Они находились в месте, где просто роилась римская аристократия столичная. С одной стороны вела Августа, с другой вела Тиберия, с третьей вела жены нейронопопеи. Ну, как бы, это непростое местечко. Ведь император едет, да заедет, да, вот, или там, а у нас театр, а у нас амфитеатр. Надо же сходить, да, то есть, естественно, здесь было намного больше денег, чем и средств, чем, ну, в простом провинциальном римском городе. Надо сказать, что в 62-м году нашей эры произошло очень мощное землетрясение в этом районе. Сейчас всем понятно, что это просыпался вулкан, ну, а тогда, как бы, просто произошли серьезные разрушения на радость многим подрядчикам. Вот эта модель, а нет, это уже снимок, да, это снимок Помпей, центральной их части, и, ну, вот, как шла городская жизнь, видите, вот вся она в этих надписях на стенах. Объявления писали прямо на стене, и вот сейчас там, да, ходит какой-нибудь расклещик, и что у него, сумка, да и все. Ну, раньше мог носить с собой клей, правда, мазнуть клеем и наклеить, а сейчас и мазнуть-то не нужно, уже клеящиеся бумажки. А тогда эта была профессия непростая. Нужно было, во-первых, хорошо писать, я не уверен, что все расклещики это умеют делать вообще. Вот, во-вторых, нужно было штукатурить, то есть, как подходили, штукатурили нужный участок стены, и аккуратным почерком писали на нем объявление, ну, что-нибудь там. Открылся новый публичный дом. Вот, это, кстати, не шутки, там, ну, о публичном доме объявлений нет, но есть объявления, а там баня новая открылась, заходите туда-то. Очень много политических объявлений, включая какие-нибудь вроде там, вот, проститутки портового района предлагают голосовать за такого-то. Как вы понимаете, это черный пиар. Конечно, у римлян были, может быть, нравы пошире нынешнего времени, но не до такой степени, чтобы, а, конечно, проголосуем, хороший человек, известный, вот. Ну, в общем, это у богатейшей сведения, есть огромные издания вот этих надписей, но все-таки большая часть их политического содержания, да, выборы были постоянно, и агитация шла прямо на стенах. Вот портрет Цицилия Якунда, правда, возможно, не его, а его отца. Это, Цицилия Якунда был банкир, у него в доме нашли, как сказать, обуглившиеся, но еще действующие долговые расписки на дереве, на деревянных табличках, и, как считают, он очень сильно поднялся на подрядах после землетрясения 1962 года. Даже на его маленьком алтарике, таком, ну, как скажем, домашнем святилище, лараре, или лареомы они назывались, были снизу вот такие вот, вот такой рельеф, это он близко сфотографированный и полностью, и сначала, когда его открыли, они могли понять, почему на нем все, видите, покачнулись, вот под углом стоят памятники, да, все под углом, это Помпея после землетрясения 1962 года, видимо, столько он поднял на этом денег, что даже изобразил этот прекрасный, лучший в ее жизни момент, когда родной город был разрушен землетрясением, чтобы, значит, как хорошее было время, да, это война, ну вот, обыкновенные жители часто утром шли вот к пекарне, и римская пекарня осуществила полный цикл, то есть, там мололи зерно, замешивали тесто и пекли, вот видите, здесь мельницы и рядышком печь, а это фреска из Помпеи, раньше считали, что это продажа хлеба, но слишком уж радуются люди, которые его купили, да, мальчик, а продавец какой-то уж очень в гигиеничной одежде для императорского времени, сейчас считают, что это раздача магистратам бесплатного хлеба, ну, надо сказать, что совсем недавно я выяснил, что в Риме, по некоторым оценкам, до 300 тысяч человек жили на пособие, удивительно, и хорошо жили, ну вот, так что, ну, конечно, Помпеи не могли себе позволить такое количество содержать, но тоже раздачи были регулярные, вот так выглядел римский хлеб, а вот так он выглядит сейчас, иногда даже штампики были продавца, естественно, Помпеи были портом, корабли приходили и морские, и небольшие, и речные, и это вот корабль под названием Европа, который нацарапал кто-то на стене дом больших размеров, граффити, и так называется, дом корабля Европа, Европа. Ну, вот, в данном случае я обращаю ваше внимание не на отливочку помпейца, а на амфоры, которых огромное количество в этом городе, масса складов, портовый город, очень важный узел, и это тоже поднимало значение Помпей, конечно же. В свободное время люди занимались спортом, вот это местный, как бы сейчас сказали, фитнес-клуб, большая палестра, причем это редкий случай, когда палестра просто сама по себе, то есть вот такой огромный двор, в середине бассейн, там есть небольшая административная зона, где выдавали какие-то там вобручи, мячики, да, и все такое, вот, а здесь люди могли развлекаться, часто палестры были при банях, в Помпеях так тоже есть, но иногда сами по себе, и эта палестра, конечно, не была рассчитана на самих помпеянцев, сюда явно приезжали из соседних мест, ну, позаниматься спортом. Перекусить можно было в вот таких термополиях, это как раз именно закусочное стоячее, и их легко узнать по вот таким барным стойкам, с вмонтированным в них сосудами, туда доливали, судя по всему, еду, вино, ну, не очень гигиенично, потом мыли просто сверху, но тем не менее, термополии пользовались большим успехом, это такой римский фастфуд, и надо сказать, что императоры считали, что это нехорошо, есть нужно нормальному человеку дома, и запрещали готовить определенные виды блюд в термополиях законодательно на уровне императора, чтобы дома ели, но, сами понимаете, бороться против такого было невозможно, ну, просто люди же не от хорошей жизни забегали в забегаловку, их было очень много, но на квартал могло быть 2-3-4 термополия, представляете, сколько их было в городе, да, десятки. Развлечением было театр, помпеи, сейчас он выглядит даже еще лучше, там, вот видите, заряды поставлены, может что-то, видите, в помпеях были два театра, это для города очень много, ну, например, в Афинах было два театра, в Риме больше, но, тем не менее, все-таки Рим, это экстраординарная ситуация, это уже показывает, что помпеи были нестандартным городом, ну, и амфитеатр, тут у помпеи тоже есть одна интересная история, амфитеатр был подстройкой, предназначенным исключительно для гладиаторских боев, только для гладиаторских боев, это, если вы видите амфитеатр, это римское время, и это римское влияние, интересно, что амфитеатры не прижились в Греции, грекам было противно смотреть, как люди друг друга убивают, римлянам нет, даже приятно, вот, и в помпеях самый ранний в мире каменный амфитеатр, опять же, это не может быть случайностью, он построен почти сразу после образования там римской колонии, это было очень богатое место, в Риме еще не было амфитеатра, а в помпеях он уже был, в Риме он был деревянный, потом строится амфитеатр Статилия Тавра, первый римский, ну, до Колизея еще, ого, Колизей, можно сказать, еще строился в это время, когда погибли помпеи, ну, вот, и как вы понимаете, это говорит о очень большой значимости этого города, амфитеатр огромный, он вмещает где-то 30 тысяч человек, и некоторые так рассчитывают количество жителей помпеи, от мала до велика все идут в театр, ну, амфитеатр, это, конечно, невозможно, скорее всего, он был рассчитан на всю местность, ну, потом, конечно, все города обзавелись своими амфитеатрами, но вначале он был единственный, вот знаменитая история, как это, из бытовой жизни помпеи, это драка в амфитеатре, они так во времена Нерона подрались нуцерийцы с помпеянцами, что Нерон на 10 лет дисквалифицировал помпейский амфитеатр, но поскольку, судя по находкам, продолжались эти самые выступления гладиаторов, ну, видимо, откупились, заплатили штраф императору, разрешили, вот там драка идет вокруг, кстати, прекрасно видна вот эта вот большая полестра, вот она, просто это реальное изображение помпей, правда, амфитеатр помпейский приземистый, но люди его любили и изобразили, конечно, на фреске, как высокий, огромный. Рядом с помпеями располагались некрополи, и вот знаменитый некрополи у геркуланомских ворот, и знаете, однажды вдруг, вот за что я люблю вообще преподавать и читать публичные лекции, и тогда тебе задают вопрос, который ты себе почему-то не задал, почему я, собственно, об этом никогда не подумал, и студентов я обычно учу, что вы должны задавать материалы, те вопросы, которые вам кажутся решенными, оказывается, их никто не решил, и меня спросили, а на картине последний день помпеи, какое место изображено? Боже, это же, ну, очевидный, почему я первый, я взял помпей, не пошел его искать, так вот, это место изображено, там добавлен храмик, и как будто бы дело происходит в городе, но в действительности это некрополь вне геркуланомских ворот, и там даже, вот, можно узнать, вот эти гробницы, побольше немножко изображены, вот обратите внимание, когда будете смотреть на него, совсем недавно, и в основном было взглянуть, это я помню, был случай, был такой меч большой, найден в Агбрунском кургане, он висел на экспозиции, потом его убрали, мы готовили новую выставку, пришла реставратор, я говорю, вот, меч, там надо его подреставрить, он говорит, Саша, это три разных предмета, я говорю, смотрю, как этого никто не заметит, здесь наконечник шире, чем лезвие, это не может быть наконечник, а рукоять, это вообще не рукоять, но десятки известных ученых, смотрели на него вот этой магией, меч, не замечали этого, вот здесь точно так же, очень забавно. Другой совсем городок был Геркуланум, Геркуланум маленький прибрежный город, прямо вот на море, прямо с, раскопано не весь, он действительно был побольше, наверное, какого-нибудь вот такого размера, какой неизвестно, и вот прям, вы видите, набережная, по которой хотели жить, а здесь был прямо пляж, прибрежная баня, здесь дома, прямо выходящие на море, совсем другое место, чем Помпеи, Помпеи залив, чуть-чуть подальше, но всем им уготована одна и та же судьба, вон он, да, Везувий, его из Геркуланума почти не видно. Рядом с городами располагались прекрасные виллы, но это вообще не Европа. Почему же я вам его показываю? Дело в том, что Пау Гетти, известный миллионер, построил себе в Лос-Анджелесе виллу, ну, она действительно не стопроцентно имитирует виллу в Геркулануме, но очень на нее похожа, ну, просто там было невозможно в пихнуть, поэтому вы видите горы Санта-Моника, а не Везувий, но можно себе представить по ней, как реально выглядела вилла, у меня посчастливилось там побывать, это, конечно, большое впечатление, но в действительности самое первое впечатление от Помпей для меня, может быть, было, как и для многих жителей Помпей, они забыли, что рядом вулкан, вот я, когда приехал первый раз в Помпей, я не мог увидеть Везувий, было какое-то Марьево, и вот тут лучший снимок, да, ну, ты к нему привыкаешь, даже когда видели они, наверное, они воспринимали его, ну, такая плоская гора, черная, виноград на ней растет, все прекрасно, а он не дремал. Описание извержения Везувия известно нам по письмам Плиния Младшего, традиционно считается, что оно произошло 24 августа 79 года нашей эры, но последнее время, исходя именно из даты, которые указывает Плиния Младший, он писал Тацету, это интересный момент, Тацет историк, я спрашивал его, к сожалению, на нас не дошло та книга Тацета, где это должно было быть изложено, но тем не менее дошли письма Плиния Младшего и тот рассказывает свои собственные воспоминания, ну, это огромная редкость в античности, что мы имеем дело не просто с историческим описанием, а с личным свидетельством, но сейчас, как бы, там дата только в одном месте есть и считается, что дата испорчена и накопились сведения о том, что накапливаются последние свидетельства о том, что все-таки извержение было осенью и сейчас хотят перенести как минимум на октябрь, то есть с 24-м все согласны, но не согласны с августом. И я так думаю, ну вот, часто считают, что научные, какие-то большие мысли, научные данные часто меняются из-за такой острой научной дискуссии. Из-за острой научной дискуссии обычно только как бы связи обрываются, как бы и характер портится, но обычно просто одни ученые немножко вымирают, а другие как бы остаются, и новое поколение выбирает кого-то. Конечно, оно выбирает не из-за того, что кто-то горластье, а по результатам, поэтому не надо бояться этих дискуссий, хотя тебя все равно не поймут. И я думаю, что уже следующие поколения ученых будут уверенно считать, что извержение было осенью. Ну, мне так кажется, тем более, что я вот не готов так сказать, да, но аргументы довольно серьезные. Но тем не менее, зато мы знаем по дням, что происходило. Вот здесь вот на Майзанском мысу, кстати, вот тоже во флагрейских полях, это вулканическое место, стоял Римский флот. Ну, это очень удобно, да, это север, самый север вот мыса, идущего от Неаполя, и здесь как раз удобно, если что, перебросить корабли куда угодно. Командовал им Плиний-старший, знаменитый энциклопедист, уже немолодой человек, и его сестра, мать Плиния-младшего, обратила внимание, что где-то вот на этом месте это все произошло, потому что дома офицеров стояли вот здесь, откуда идет снимок. А видите, Мизен, это порт идеальный, он в кратере вулкана, и поэтому, видите, вот такая вот как бы скала острая, она прикрывает его от штормов, это просто естественное прикрытие. А дальше еще вот там находится лагуна, которую соединили маленьким канальцем, буквально там метров 30 длиной, ну просто такое, иногда строили римляне специально, а тут вот для них специальный подарок. И вот откуда-то отсюда она взглянула на Неаполь, а там как бы пинья, но только не такая, а вулканическая, облако в виде пиньи. Как выглядел в те времена Везувий? Вот в интернете вы можете найти много историй о том, что Везувий был намного больше. Об этом пишет Дион Кассий, что Везувий был огромным и весь прогорел и рухнул вниз. Это не имеет никаких геологических причин. И восстанавливаю как? Вот же, гора идет и обрывается. Вот он и был вот таким. Это я с некого сайта итальянского, мне кажется, которые решили, что это так. В действительности как бы Везувий был совсем не таким. Вот так он выглядел сейчас, а вот так он выглядел тогда. Ну это мой, прости господи, фотошоп, но он соответствует тем изображениям, которые рисуют геологи. Это была низкая плоская гора. И мы однажды спорили с одной дамой, которая занимается историей Везувий, и потом она даже мне специально перезвонила и сказала, что извиняется, что она невнимательно почитала Страбона, который описывает Везувий до извержения. Геномитов-географ. И он пишет, что это невысокая плоская гора, очень подробно ее описывает. Сверху были такие вулканические скалки, туда вообще никто не ходил. Что там делать? Там даже кост невозможно выпасать, а вокруг кост виноград, все было совершенно замечательно. Не так и опасно выглядит. Но извержение началось неожиданно, извержение началось ночью, скорее всего. И вот это собственно фотографии лавы вот той 79-го года. Она четко определена. Можно найти эти лавовые поля. Вот портрет воображаемый, конечно, Плиния старшего. И он сначала хотел послать небольшую галеру. Ему написала жена его друга, что на ее несчастье ее собственно имение находилось как раз под Везувием и она просила вывести ее имущество. Что с ней осталось мы не знаем. Но потом посмотрев на масштаб бедствия, все-таки Плиния был умный человек, очень хорошо образованный, он велел свистать всех наверх и поднял весь флот. Но флот был не очень большой, все-таки это мирное место. И предполагается вот отсюда от Мизена они пошли сначала к Геркуланому, но там как пишет Плиния они увидели обвалы. И вернемся. После чего и какие-то мели, в общем, потлыть было невозможно и со словами «С мирному Бог помогает поворачиваю к Помпаниану», сказал Плиний. Ой, извините, вот он этот поворот и они поплыли в Касталамаре в Стабии, где у Плиния жил друг. Судя по всему там находилась какая-то запасная база флота, потому что это место было хорошо известно морякам, потому что впоследствии там будет база флота в эпоху Трояна, уже несколько позже. Это совершенно доказано, надписи есть, Некрополь. И они устроились там, грузили имущество на корабли, выпивали, в общем, неплохо провели вечер. Единственное, конечно, извержение несколько их беспокоило. Извержение имеет две фазы, немножко вулканологии, как вы понимаете, я тоже здесь профан, но уж столько про это прочитал. Первая фаза в честь пления называется плениянской. Это когда с огромным давлением лава выбрасывается вверх. Вот все это, что дымит, это лава. Она превращается в разные как бы, ну вот, собственно, пемза, может вылезти вулканическая бомба, вот вулканическая бомба это как раз не лава, это значит, что вот этим давлением просто какой-то камень подцепило, ну, иногда он может весить и тонну, но обычно действительно на большое расстояние, ну, там до Помпеи могут прилететь там с кулак, два, ну, это не то, что метеоритный рой падает. И плениянская фаза, она очень эффектная, но не очень опасная, ну, только если вам не повезет на вулканическую бомбу на голову. Падает сначала пемза, потом пепел. Давно уже замечено, что в этой фазе был короткий перерыв. Сначала идет белая пемза, итальянцы называют лапили, такие комочки маленькие, а потом серая. Но все равно плениянская фаза шла довольно долго, и в какой-то момент энергии вот этой огромного давления перестает хватать, и как бы вот этот ствол ломается, и все это начинает идти по земле. Вот в этот момент никого не должно быть рядом. Если в это время еще возможно подобраться даже близко, ну, если вы большой вулканолог, так просто не стоит этого делать, то в это время по краям кратера начинают спускаться вулканические потоки, которые могут идти, ну, в действительности с высокой скоростью может идти и лава. Есть так называемая жидкая лава, которая может достигать 100 км в час, когда она идет по какому-то склону. Но лава идет внизу, вы забежали на пригорчик, может быть, довольно горячо, но ничего с вами не случится. А это идет такой поток вулканического газа, который еще берет с собой все, что хочешь, ну, то есть там деревья, камни, остатки домов, и он идет широкой площадью, как шутили по другому поводу, если вы видите пирокластический поток, избавьтесь от вещей, необходимых вам для жизни, они вам больше не понадобятся. Ну, вот, и вот именно пирокластические потоки, и под них попали Геркуланум и Помпеи, и Апронтис, но не Стабии, Стабии просто завалило пеплом 3,5 метра. Вот так вот, вот как раз мы видим извержение Везувия, это как раз, по-моему, фотография его последнего извержения 1944 года, все ждут нового, я уже знаю, у нас есть план, в какой магазин бежать, покупать вино, на каком балконе сидеть, чтобы смотреть, мы надеемся, что до нас опять не дойдет, как в 1979 году. Ну, вот, и как видите, вот как раз здесь сломалась уже вот эта вот пинья и идет пирокластика. Ну, вот пирокластические потоки, вот они хорошо видны, это какая-то Индонезия или что-то в этом роде, вот здесь ничего живого через некоторое время не будет, да, вот так это выглядит. Да, собачки, мы еще вернемся. Собственно говоря, что было дальше с плинием, когда их, они заночевали и за ночь завалило дома по крыше, их стало заваливать полностью, и тогда они стали думать сидеть внутри или рискнуть и выбраться, выбрались, и тут, видимо, шел последний пирокластический поток, тот, который любил Помпея, и горячим воздухом, и плиний и так кашлял, ну, видимо, у него был старый человек, проблемы с легкими, и он просто умер вот от этого горячего, ну, отравившись вот этими продуктами у конечки, но кто был поздоровее, те ушли, его нашли на следующий день и похоронили в гробнице. Регулярно рассказывают, как нашли тело Плиния, кости Плиния, там есть один фанатик, который рассказывает, где они лежат, и как бы они археологически найдены, это все, конечно, даже доказали, что это не молодой мужчина, но пишет же Плиний-младший, его нашли на следующий день, он лежал, как будто уснул и был похоронен в гробнице. Ну что, сказали его товарищи, это невозможно. И раньше считалось, что в первый день к вечеру прошел пироклассический поток первый, который убил Геркулану, а потом уже под утро следующего дня вот пошли пироклассические потоки, которые попали на Помпей. Потоков было несколько. Собственно, первый из них ударил в стены Помпей и остановился. Это было очень красиво, но никто не смог рассказать об этом. Потому что следующий уже поток перешел через стены. Сейчас есть новая гипотеза, которая считает, что Геркулану погиб в первый же день. И вот те обвалы, которые видел Плиний с корабля, ну, и рассказывали Плинию-младшему, участники, это уже уничтоженный Геркулану. Он погиб очень быстро, то есть буквально в первые часы. и вот этот переход с белой на серой лопили, это как раз момент, когда сошел первый поток. А потом снова давление возросло и все вернулось к Плинианской фазе. В общем, сейчас как бы сжимается и время. Геологи точно уже давно выяснили последовательность действий, а вот временная часть изменяется. Так что, возможно, все, что и Помпеи погибли не под утро второго дня, а в ночь, где-то около двух часов ночи. Ну, не так это важно для нас, но для ученых интересно, и может вам будет интересно узнать, что до сих пор еще все это, в этом разбираются геологи с огромным счастьем. Вот есть такое из дома трагического поэта прекрасная мозаика, которую сейчас даже используют, чтобы, как значок осторожно называя собака. И вот собаки многие погибли, их просто не успели отвязать. Я понимаю, что сейчас, чтобы вызвать жалость, не нужно показывать, что погибло там тысяча человек, собака погибла, поросенок. Не бойтесь, они бы все равно умерли до настоящего времени, а поросенка бы лишь еще и съели. Но, тем не менее, животные тоже погибали, и их иногда находят. Ну, а людей погибло значительно больше. Ну, предполагается, что до сих пор все-таки считают, что погибли старые, больные, беременные и дурные. Вот. То есть, те, кто по каким-то причинам держались до последнего, хотели пересидеть, или те, ну, как бы, а все остальные категории, просто им было тяжело уходить, они боялись. Ну, вот. Но, что погибло несколько тысяч человек. Сколько мы не можем сказать, потому что, ну, вероятно, кто-то погиб и вне города, и до сих пор еще продолжают находить и в городе остатки людей. Это вот попытка по-другому обрабатывать полости и заливать их чем-то вроде эпоксидной смолы, но залили один раз и не стали. Хуже получается, чем гипсом. Ну, мы еще к этому вернемся. Вот еще. Иногда, а в Геркуанах, скажем, нету находок, ну, полости нет, там просто скелеты. Сила пироклассических потоков была такова, что до сих пор точно не определено, каким был залив Помпей. Настолько засыпало. Во-первых, как бы пироклассические потоки выкатывались в море, а потом еще река Сарно несла весь этот пепел со всей долины. И поэтому сейчас считается, что, ну, может быть, километра полтора береговой линии, береговая линия увеличилась. Вот, ну, при ней младшей спасся Мизен только потом изменился ветер, и Неаполь, и Мизен стала заваливать пеплом, ну, не с такой уже силой, как Стабии, и буквально уже через день, это мы знаем уже по Плинию, да, через день извержение, как он пишет, прекратилось. В действительности, по геологическим данным, еще около двух недель что-то продолжалось, но уже не в таком виде, и вся вот эта долина Везувия превратилась в огромное грязевое пятно, под которым исчезли города. Геракуланума было не видно вообще, семь метров, вот, Стабии три с половиной, крыши торчали, конечно же, и даже второй этаж, наверное, где-то был виден, но все равно жить уже здесь было невозможно, а в Помпеях торчали только самые высокие дома, и там даже магистраты римские пытались что-то раскапывать. Вот, но вот до этого человека, до конца 16 века, в общем, эти места были забыты. Они, конечно, помнили в римское время, потом стали возникать новые деревеньки, новые небольшие городки, даже на месте Стабии возникает снова бухта, место очень хорошее. Все стало быстро зарастать, надо сказать, что беженцам оказывалась помощь, император Тит выделял на это деньги, но постепенно все забылось. Хотя о том, что здесь что-то было, помнили, иногда даже писали, что гнев Везувия разрушил то-то и сё-то, но где были города, не было известно. В конце 16 века Доминика Фонтана, архитектор швейцарского происхождения, поставившийся в Риме, стал работать на Неаполь, и он пробил через Помпея водовод. Вот так он выглядит как бы снаружи, помпеи были в тот момент холмом, его сейчас оставили несколько частей этого водовода, потому что он поднимался постепенно и шёл прямо через здание. Хотя сохранившиеся части выглядят прекрасно изнутри, тут недавно их всех проверяли, но хоть сейчас воду пускаю, но только она выльется прямо на памятник. При этом были обнаружены кое-какие надписи, но никто к этому серьёзно не отнёсся. Нужно было время. Вот разрез как раз уже более поздний, и вот он, этот водовод, пробивающий прямо дома Помпей. А вот как он выглядит, да. Как видите, очень неплохо. Это смотровые колодцы этого водовода, при том, что он уже много лет не работает. Изменения произошли уже только через сто с лишним лет. в Ресине, пригороде Неаполя, крестьянин Амборджио Нучерина стал рыть колодец, и вдруг неожиданно, о счастье, нашёл статую. О, ещё одну. Как здорово. Ну, естественно, земля сама статуи рожает. Действительно, он влетел точно в скену Геркуваномского театра. Он стал продавать их, наверное, на рынке, не иначе, а поблизости француз один на австрийской службе, граф Эльбов, это было в 709 году, строил себе особняк. О, как здорово. Ещё и статуи нашли. Он купил это место, нашёл несколько статуй, но потом вернулся в Вену и подарил Евгению Савойскому, знаменитому полководцу, эти статуи. Они стали известны. Всем было известно, что статуи из Геркуванома, но это опять никого не привлекло. Эта вот шахта, которую он построил, она постепенно затопилась, просто дырка в земле. Иногда некоторые туристы хотели посмотреть. О, дырка в земле, здорово. Здесь находились статуи. Но через некоторое время, в 30-х годах, вот, собственно, Карл III Бурбон, испанский-необританский король, стал себе строить дворец прямо поблизости. Он от этого места в километре. Прямо по прямой линии. Такая там Мия-Доро, Золотая Миля, это вот место, где стоят все дворцы. Они как раз шли, идут между Геркулановым и этим дворцом в Портиче. И он, извините, вот, и у него появился энтузиаст, такой, Алькубиерре, испанский военный инженер, который продолжил там покопать. Там дело сложное, потому что, возможно, что супруга повлияла, Карла, она была, собственно, австрийка, и, видимо, что-то помнила, видела эти статуи, но так или иначе начали копать. Называлось это, в 1738 году начались раскопки Геркуланума, называлось это шахта по добыче антиков. Где-то уголек, где-то полезные ископаемые, а здесь полезные статуи. Ну вот, вот так они копали. Это такой примерный план. То есть, ну, били во все стороны галереи, там бывали случаи взрывов газа, погибли люди, то есть, настоящая шахта, без дураков. Вот. И поэтому стали искать, где бы покопать еще. Причем сначала посмотрели на Помпеи, но не заинтересовались ими и перебросились на стабии. Несколько лет копали стабии. Ну, там не глубоко, удобно, но находок мало. И вот 30 марта 1948 года начинаются раскопки в Помпеях. Вот здесь вот. И находки были богатые, и после этого уже раскопки пошли очень активно. Вот как раз Геркуланумскую, вилу Цицерона, так называемую, в районе Геркуланумских ворот, и в центре произошли раскопки. Необходимо упомянуть Карла Вебера. Это швейцарский инженер, еще один. Видите, швейцарцы все время здесь появляются. Потому что военных инженеров швейцарцев было очень много. Хорошая школа была. Его пристроили к раскопкам, потому что нужно было чертить. Стало бы интересно, что они там находят. А ведь они же этим под землей работали. Здесь стена, здесь стена. И он стал делать чертежи. Надо сказать, что некоторые ученые того времени протестовали против этого и говорили, что драгоценное время и ресурсы расходуются на какие-то дурацкие чертежи. Копать надо. Но вот. Но, тем не менее, благодаря этим чертежам мы очень много знаем. Есть до сих пор здания, которые либо уничтожены, либо они закопаны в те времена обратно. И мы знаем их только по чертежам Вебера. Черти он отлично, я держал в руках его чертежи. Повезло. Показывали в архиве. Такой четкий линий, просто идеальный чертеж для 18 века. Извините, я видел, как работали археологи 19 века и даже начало 20-го. Лучше бы так. Ну вот. Прямо отдельная книга посвящена. К сожалению, протеет его не сохранилось. Вот чертеж Вебера. Они вели дневники и вообще очень неплохо работали. Кстати, думали, что на ней нашли стабии. Вот Помпеи они считали за стабией. Ну, вот, собственно, дворец в Портиче. Здесь находился Геркуланомский музей. Все везли сюда. Мозаики прямо вставляли в пол. Винкельман побывал в 64-м году в Помпеях, но ему не дали посмотреть раскопки, не дали ознакомиться с музеем. И Винкельман, основоположник искусствоведения, просто попытался всеми силами, скучный человечек был, ославить этих работников. И вот все анекдоты, которые он собрал, анекдоты прекрасные. Ну, вроде того, что они там нашли римскую надпись, тщательно, в смысле, надпись из бронзовых букв на стене, и тщательно вынули все буквы, тщательно сложили их в корзиночку и отнесли в музей. Теперь все раскладывают, как хотят. Это полностью не соответствует действительности. Наглый оговор. Они вели журналы, эти все журналы изданы, и это очень вменяемый текст. Ну, понятно, что они были военные инженеры, они там не строили сразу гипотез, они все, естественно, умели читать по латыни, у них не было в этом больших проблем, поэтому латинскую надпись они прописывали всегда легко. До сих пор их журналы, ну, это самое важное вообще, что осталось с тех времен, и они очень помогают. Конечно, там есть ошибки, но не такого типа, как Вилькельмана, но Вилькельмана, конечно, привлек внимание к этим раскопкам, и все стали интересоваться, что это там делают вообще, как это так плохо. Вот. Постепенно раскопки все более усиливались. Вот после командовал то Вебера, то Аль-Кубьеры, а в 764 году стал это делать Франческо де лавейго. Вот он, как раз, раскопал театральный район, правда, копали, они тогда по принципу здесь раскопали, здесь засыпали. Но де лавейго был для своего времени, до конца, он до 1804 года выкладил раскопками, очень долго. Он был, конечно, очень продвинутый человек. Он предлагал сделать музейную зону, проложить маршруты и первый, кто начал реставрировать на месте. То есть, то, что все-таки оставалось, он ставил какие-то крыши. Ну, для 17 века это не бывала лишняя история. То есть, это действительно был ужасно прогрессивный музейный деятель. Естественно, ни одно из его предложений не было принято. Ну, только то, что он сам реставрировал, то я оставил. Я просто читал работу, у нас реставрация Пампеев, первый дай лавейго. Вот раскопки как раз в районе в театральном районе как раз раскопки де лавеги. Видите, тачки, корзины с землей. Ну, так примерно итальянская археология копала, наверное, до начала 20 века. Ну, не бойтесь, в других местах было то же самое, минус корзины с землей. Вот, на носилках насилия. А это как раз копается храм Исиды. Он узнается рядом с театром. Театр где-то вот здесь скрывается. А вот это треугольный форум под этими деревцами. Огромное спасибо императору Наполеону Бонапарту. Вот знаете, мы тут заспорили, кто является отцом археологии. Ну, понятно, что Винкельман, в отличие от мнения Льва Самойовича Клейна, известного теоретика и историко-археологии, к археологии отношения не имеет. Просто по ряду причин Клейн очень любил Винкельмана. Не будем на этом останавливаться. Вот. И поэтому он его называет... Но ничего, что стало потом археологией, Винкельман не делал. И что нужна какая-то фигура, но фигура не первый археолог. Археолог, это же не отец археологии, а как бы тот, кто, значимая фигура, которая повлияла на археологию очень сильно. Путем долгой дискуссии мы решили, что отец археологии это Наполеон Бонапарт. И думаю, наполеонисты нас поддержат. Так вот, и помимо того, что он организовал экспедицию в Египте, правильно, он же поставил в оговорение Аполя и Архима Мюрата. Он, правда, не знал, что это сыграет на археологии, но кто же тогда повлияли? Наверное, мать археологии, Каролина Мюрата, младшая сестра Наполеона, жена Мюрата. Она ужасно заинтересовалась археологией. Вот это дети Мюрата ходят, смотрят театр в Геркуланане. Вот это они. До сих пор это и зрительские ряды театра Геркуланова. До сих пор я там стоял лично. Они так до сих пор выглядят ровно. Вот это уже просто зрители в этом же месте. Видите, он пользуется большим успехом именно этот пункт. Здесь экскурсию можно поставить. Это далеко не везде можно сделать в театре Геркуланова. А вот это собственно как раз там сидит как раз Каролина Мюрат и смотрит за раскопками. Вот все то, что было сделано до этого, делалось очень смешными силами. 8 рабочих, 12 рабочих. 12 рабочих, копали помпеи. Ну они копали все время, беспрерывно. То есть поэтому и были какие-то успехи. А Каролина Мюрат однажды выпросила у мужа саперный батальон. И кстати, наверное, у нее хватило ума, она была явно очень неглупая женщина, понять, что если она продолжит саперам копать, они выкопают все. Каменные стены не будут для них, солдаты. Поэтому с ними она повела их и они обкопали помпеи по периметру. Просто по стене прошли. Ну как бы не всякий археолог делает так и сейчас. Как бы создана была женщина для археологии, а прозябала как жена какого-то неаполитанского короля и маршала Франции. Вот. И собственно говоря, в раскопках стало участвовать там по 300 человек. Вот. Интересно то, ну вот видите, раскопки, да, рабочие работают, тут значит королева на месте, вот руководитель работ явно дает пояснение, бригадиры носят найденные вещи, ну и зеватки со всех сторон. Вот результаты этих работ, да, видите. Наконец удалось соединить вот эти раскопки в районе Геркуланомских ворот и театральный район. Вначале в самом еще покопали немножко в амфитеатре, но там ничего интересного не нашли, теперь его раскопали и Помпеи стали после раскопок эпохи Мюрата уже археологическим комплексом, да не просто системой ям, где можно сказать, здесь найдено очень много интересных, вот здесь вот очень интересно, заросшие маленькие кладочки, а здесь можно было показать. И интересно то, что после реставрации неаполитанского королевства как-то сначала, правда, старый новый неаполитанский король, он продал часть земли обратно, которую выкупил Мюрат, но потом стало неудобно, на это стало смотреть уже вся Европа, и поэтому вот этот масштаб раскопок сохранился, ну может не 300 человек, но 100, и как бы получилось так, что вот это наполеоновское время дало огромный толчок расцваковал Помпей, удивительным образом, да, Франция и здесь засветилась. Кроме того, Помпеи вошли в Гран-Тур, это вот знаменитая поездка по Европе, через всю Европу, и район Неаполя был очень важным местом, и стали ездить всякие там, австрийский король приезжал, баварский, и они спрашивали, а что-то у вас все засыпано, а как посмотреть, а вот там театр, а как посмотреть, неудобно получается, и стали все это освобождать от земли, и наконец Помпеи становится постепенно туристским комплексом, в первой половине 19 века, вот, это у нас какой, 1843 год, вот видите, да, уже немцы сделали план, и вот здесь можно было пройти по улицам, ну и отдельно сходить посмотреть амфитеатр, вот, пожалуйста, вот так выглядел Помпейский амфитеатр, сейчас он подреставрирован, но все равно сохранилось все неплохо, это как раз того времени изображение, вторая половина, постепенно копают все дальше и дальше, раскопки ведутся разными, не очень хорошими методами, очень любили копать снизу, скажем, но, ну как бы, вкапываться в дом с нижней части, чтобы верхние этажи рушились, и там выбирать все интересненькое, до 38-го года, 1800, Кабадо Микеле Ордити, тоже неинтересный человек, при нем много чего было сделано, в 1845 году раскопки посещает Николай I, и, кстати, привозит помпейские мозаики в Петербург, и они у нас сейчас здесь есть, и не в Эрмитаже, как бы, они выделаны, снижаются в царском селе, в полы, их можно посмотреть, вот, он вообще много чего накупил, ему еще по классической схеме вручили вещи, схема была такая, руководитель работ проводил экскурсию, потом он говорил, а, кстати, мы копаем очень перспективный дом, вы не хотите посмотреть, кто откажется, да, приводят, там копают, ой, смотрите, какая вещь, светильник, статуя, это вам, но при этом все эти вещи естественно были найдены заранее, и все они записывали журнал, вот, помпейскую выставку, мой испанский язык, изученный в школе, наконец сыграл во работе в Эрмитаже, второй раз за время работы в Эрмитаже мы переграли все испанский язык, и мне дали перевести журнал, велись на испанском, потому как королевство-то неаполитанское, да, и, ну, вообще довольно много чего дали, и теперь мы точно выяснили, стопроцентно, какие вещи наши происходят из Неаполя, потому что мы не знали этого точно, предполагали, ну, там весы были прекрасны, было ясно, что это только помпеях они могли быть, где цепочка вот как новенькая, а сейчас мы точно определили эти вещи, спасибо, вот Николай I привез сюда настоящие неаполитанские вещи, кстати, когда-то много позже я был руководителем работ в Мирмеке довольно молодым, и должен приехать там был один очень крупный газовый генерал, и мне сказали, что у нее есть сын, и он бы хотел поработать, я говорю, пусть возьмет лопату, а нельзя бы, чтобы он что-нибудь нашел, и вы это ему тут же подарили, годы идут, а некоторые вещи не меняются, вот это, кстати, дом, который посетили наследники Николая в 51-м году, 1800, и он до сих пор называется Дом русских принцев, потому что, конечно, великий князь должен быть переведен как принц, и никак иначе, когда переводят как грандюк, я всегда хватаюсь за голову, потому что великий герцог Тосканский это не русский наследник престола, вот это Дом русских принцев тех времен, когда его нашли, но он сейчас прекрасно существует, как видите, традиции сохраняются. Большие изменения происходят во времена Джузеппе Фиорелли, он командовал раскопками в 1863-1975 годах, он был уже известный ученый, в результате всех этих приездов знатных особ, туристов и огромного внимания Европы, эти вот очень костные и малообразованные неоплитанские короли, они все-таки зашевелились, и они создали комиссию, которая должна была что-то делать с помпеями. Фиорелли ее возглавил, еще в неоплитанском королевстве. Самое смешное, что он прославился нумерацией кварталов помпей, как он их нумеровал, как город развивался. Он ошибся стопроцентно. Город развивался абсолютно по-другому, просто противопожным образом. Но как бы пока он это изучал, он стал таким прекрасным специалистом по помпеям, и вы знаете, никогда не знаешь, в чем человек проявится. Вот был такой Вальгалуэр, он был первым выбранным директором Эрмитажа после революции и завределом древности. И его всеми славят. Он изучал скульптуры. Какой он был прекрасным специалистом по скульптуре. Сейчас почти все, что он сделал по скульптуре, полностью отвергнуто. Ошибался через раз. Но не потому, что он был плохой ученый. Не было еще накоплено столько информации. Зато он оказался блестящим музейным работником. До сих пор экспозиция, скажем, нашего античного отдела, это в целом она сформирована как экспозиция Вальгалуэра. И вот при жизни он считался великим специалистом по скульптуре, а после смерти выяснилось, что он был великий музейный работник. Но люди обычно это не ценят. Потому что, да, ты в музее что-то делаешь, надо сделать эту работу. Гениальные статьи пишешь, а потом выяснилось, что лучшее, что ты сделал, это экспозиция отдела. Вот так, наверное, из Фиорелли. Он стал очень хорошо вести раскопки, стал убирать старую землю, которую раньше, помните, сыпали туда же. И придумал вот этот способ заполнения пустот. Ну, всех, конечно, нравились, когда заполняется пустота. Органические вещества, в том числе и человеческое тело, они сгнивали внутри пепла, оставляя полость. И сначала все просто о, полость, интересно, копаем дальше. О, кости в ней лежат. Тоже неплохо. То, что это сгнившие люди, было понятно довольно рано. И вот он придумал заливать. Действительно, здесь не хватает второй дырочки, через которую воздух выходит. И так заливали, как видите, и собак, и свиней, и створки дверей, и окон, и шкафы, и даже корни растений. И это дало огромное количество информации, конечно. Но всем больше всего нравились, конечно, люди. Причем учтите, что внутри каждого этой отливки скелет того, кто погиб. И вот как раз времен Фиорелли книжечка была, и вот там гравюры, вот, пожалуйста, люди. А вот раскопки, да, вот они уже расчищали улицу, и потом аккуратно копали дома сверху. А вагонетки с землей катались своим ходом, а обратно их везли ослики. И, естественно, все счастливы были этих осликов сначала рисовать, а потом фотографироваться. Ну, вот раскопки второй половины девятнадцатого века. И к концу девятнадцатого века было модно привлекать бедноту неаполитанскую. И сейчас ужасно бедный город. Ну, просто нищета. Классически все рассказывают, что в девятнадцатом веке там были дома, в которых стоит с улицы входишь в спальню. Они есть и сейчас. Я видел места, где я все не понимал, почему эти дедушки сидят на улице. У них там столик стоит в студии, а открытая дверь, и там стоит кровать. Как бы студия, выражаясь современным языком. Так вот, видите, вон мальчишки вытаскивают. Классическая сцена. Прекрасная неаполитанка несет корзину с землей. Всю эту бедноту кидали на вывоз земли. Это давало возможность обеспечить их хоть чем-то. И вот результаты раскопок второй половины 19 века, как видите, значительной мере раскопали, убрали вот эти промежутки, все связали вместе, продвигались не очень быстро, но аккуратно. Боно Фиорелли он не столько блестящий археолог, он скорее блестящий организатор. Ну и, конечно, началась реставрация, сохранение. Во второй половине 19 века стали оставлять вещи на местах, ну, суть, делать музеифицировать комплексы. И вот здесь, понимаете, немного людей удостоились того, чтобы их бюсты стояли возле антиквария в Помпеях, в том числе Фиорелли. А вот Роджиера, Микеле Роджиера, ничего тоже, тоже копал, он был директором в 75-м, 93-х годах. Его раскопки не очень большие, но он зато собрал все журналы 18 века, собрал их вместе, разобрался, что к чему, и издал. Сейчас они есть уже и в электронном виде, я помню, первый был в американской школе в Риме, и я просто полдня потратил, чтобы просто отфотографировать их тотально. Потому что этого ужасно не хватало. Да, там есть ошибки, там не все верно, но, конечно, был огромный труд, вот листы с примерами мозаик, которые он сделает, вот такие вот книжки, очень впечатляющие, молодец. Ну и вот, видите, постепенно прорывались все дальше. В начале 20 века вон опять же фотографии этого времени, опять мальчики с корзинами и управляющими, жестокие, с палкой, конечно, неополитанцы надо пожестче. И вот, вот, например, до сих пор можно за стеклом посмотреть вот этот вот термополий. Ну там, вот и крышечка сохранилась инфиту, и амфоры уже ничего не вытаскивали, не выдирали сразу. Ну там, где это было можно сделать. Наконец, в 24-м году управляющим раскопками становятся Амадео Майюри. И Амадео Майюри управляет ими до 61-го года. Это вот точно от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. От монархии через Муссолини до постфашистов. И никто его не тронул. Вы можете хоть одну такую должность посмотреть у нас в нашей стране? Это невозможно. Ну, потому что меняется режим и всех меняют. Но это был настолько гигант археологич, он копал много где, по Неоприданскому заливу, множество книжек, незыблемое, как бы, ученого не трогали. Вот он еще, это как раз какое-то фашистское время, он как раз вот идет показывать антикварий Помпей. И он провел, вот видите, грандиозные раскопки вот здесь, открыл предградия помпейская, открыл эти самые несколько некрополей, вот это некрополи Стабианских ворот, большую палестру, и после него масштабно так не копали почти вот до недавнего времени. потому что после его, вот видите, как он с немскими императорами был на одной ноге, можно сказать, на короткой ноге, и просто откопались столько, что стало ясно, что это как-то надо сохранять, уже копать больше невозможно. Во время войны союзная авиация отбомбилась по Помпеям, вот как раз фотография времен боев за Неопританский залив, и вот так вот отбомбились. И забавная причина. Майор отдал приказ, вызвал авиацию со словами «В этих развалинах обязательно кто-то прячется». Разведку он проводить не стал. Просто отбомбились по пустому городу. Вот портовый район символично, что лучше всего отбомбились по порту. Хотя, конечно, уже порта не было давно. Серьезные повреждения. Некоторые дома реставрируют до сих пор со времен этих бомбардировалов. Ну просто обидно, да, это было совершенно ни на чем. Эта бомбардировка была не нужна. А вот это… Ой, извините. Так. Сейчас нам даже думаю, что надо переключить каким-то другим способом. Да. Дальше, дальше, дальше. Я скажу, где остановиться. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Вот почти попали. Теперь повыше. Нет, нет. Вот было хорошо. Да можно просто нажать сейчас. Вот с этого. Нажмите. Чуть-чуть дальше. Все. Нет, 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 нет. Ближе. Еще чуть-чуть. Вот здесь, да. Вот здесь. И демонстрируется. Не сначала. Да, правильно. Вот, извините. Вот буквально после Майюри раскопали один квартальчик. Сейчас еще вот эта территория раскопана. Потому что просто только сохраняли. Очень неохотно давали разрешение на раскопки в компе. Потому что ну, раскопано уже столько. Зачем еще? А вот это вот Габриэль Дарси, он начал раскопки в стапиях. Это просто директор школы. Ему было интересно. И он начал нашел эти античные стапии, которые были засыпаны с 18 века. И благодаря его энтузиазму много чего нашли. Вот, в частности, эту статую пастушка. Вот, видите, как они копали? В 18 век ничего не изменилось. Раскопки вот на вилле ариадны. Вот до последних лет в основном всякие были такие проекты. Вот дом Дианы, очень тщательные мелкие раскопочки, обычно уже раскопанных в 18 веке еще. И вот там 3D-реконструкции. Кстати, не бесполезные, потому что все зафиксировано было в 3D. Вот прекрасный помпейский проект еда и питье, выращивали, ели, пили. Вот такие проекты были. Большой проект в Геркулануме идет до сих пор. Они оцифровали всю коллекцию, очень хорошо описали город и провели небольшие раскопки. Раскопки там сейчас ведутся. Аплонтис активно копается канадцами. Но все-таки это довольно мелкие раскопки. Вот обычно прекрасный отчет о раскопках. Видите? Вон они раскопали. Вот это все, что они сделали. Это вот три метра, если что. Ну, ищут в основном так, Помпеи да Помпеи, то, что называются на Западе стратеграфические раскопки. Ну, вот когда в 2000-х годах начали падать стенки, все очень испугались, но, к счастью, ни одной крупного здания не было разрушено. но и тогда Помпеям были выделены огромные деньги, чтобы делать реставрацию. И денег оказалось так много, что на них стали копать. Ну, под благовидным предлогом, я уверен, что это благовидный предлог, потому что вот этот пятый район, там как бы вода сверху льется и разрушает. Ну, технически она будет всегда литься. Ну, вы отодвинете борт, дальше что? Но в результате пошли могучие раскопки. Вот реставрационный проект и вот как раз управляющий раскопками, вот недавно его Асанна, его фамилия, его недавно сменили, он сменился, он ушел на повышение. Ну, он такой очень начальник современного типа, очень с пиаром, там, мы нашли кости, в Помпеях нашли скелет. Вы понимаете, да? В Помпеях нашли фрески. Ну, вообще он настоящий ученый и, в общем, привлекал внимание к Помпеям и под его руководством пошли вот большие раскопки. Вот это как раз, видите, вот это белое в Апиле, вот это все раскапывает, вот этот слой везувия, его до сих пор очень любят, когда археологи его находят, его потом быстренько выводят в строители и используют в качестве строительного материала, он очень дорогой строительный материал. Вот как раз на радость в Помпеях нашли скелет во время Асанны, вот еще один скелет, вот. Вот насчет этого скелета они очень долго думали, считают, что он там где-то пересидел, об этих ларарии с прекрасными росписями, вот, пожалуйста, и вот сцену схватки диких зверей. Ну, эти раскопки, я думаю, в ближайшее время будут опубликованы, они тоже уже завершены, но, наконец, впервые за многие десятилетия раскопаны несколько новых кварталов. Ждем научных публикаций. Идут раскопки и вне Помпея, вот в Чавито Джулиано нашли мулов. Никогда не находили скелеты мулов, ну, потому что, они все убежали, а здесь, видимо, никто не держался до последнего, надеясь уехать, и они погибли прямо в конюшне. В заключении я кратко хотел бы рассказать о наших работах. Вообще-то, когда мы организовали экспедицию, мы поняли, что мы будем работать на вилле Сан-Марко. Там несколько вилл. Вилла Сан-Марко идет сначала вилла Антерес от Геракла, но она засыпана. Потом вилла Сан-Марко, это музей. Потом вилла Дель-Пасторе, вилла пастуха. Второй комплекс виллы Ариадны и вилла Ариадны. И мы думали, что на вилле Сан-Марко. Нам буквально за полтора месяца до выезда сказали, что нет, на вилле Сан-Марко нельзя, надо копать на вилле Ариадна. И мне написала немедленно моя начальница отдела, которая в этом очень сильно участвовала, и спасибо ей, ее энергия, во многом сделала этот проект. Я сказала, Саша, что будем делать? Вы согласитесь? Я сказал, что если они даже решат еще за два дня другой объект, мы согласимся, ну, любой. Потому что, как это, я не знаю, о чем оно, ехать надо. Ну, потому что, где бы мы не будем копать, это будет все равно прекрасно. И так оно и было. И вот мы еще поговорим о вилле Ариадны, а наши раскопки шли вот здесь, в комплексе терм, термальном комплексе, а потом перенестись вот в этот вот, так называемый, криптопортик. Вот это как раз план Вебера, и он неправильный. Вот здесь видите, какая-то что-то не то, что-то непонятное. Здесь, извините, круглая постройка. Мы его немножко уточнили. И вот так это выглядело до начала работы. Вот здесь, собственно, стоялся наш раскоп. Тогда еще, видите, у них всегда все прикрывается крышей, и это очень удобно. Мы потом под крышей работали. Но первый год нет. Вот так выглядело на начало работ, а вот так вот стало после наших работ. То есть мы открыли вот, ну, эта территория была частично открыта, вот фактически вот эта территория была полностью нами открыта. Кажется, что она небольшая, если учесть, что экспедиция никогда не была больше десяти человек, мы почти как те рабочие Вебера и Эль Кубьера. Я говорю, в первый год это было настолько тяжело, что хоть мы и жили в гостинице, не в экспедиции, и в палатках мы живем там, в Керчи, а что я приходил с работы, поскольку народу мало, я начальник экспедиции, друг мой начальник экспедиции. Мы стояли на лопате, на тачке, потому что, ну, девушки тачки возить не могут, вот проходил, падал и лежал, это час не в силах пошевелиться, настолько уставал, не потому что я слабый, поверьте мне, просто очень тяжело, очень высокие температуры, жара, крыши не было. я сейчас покажу немножечко, то, что мы нашли. Вот коридор, это коридор 87, это парадный коридор Вилловы, вот он, вот видите, вот так мы его раскопали, он был полностью засыпан, по нему ходили хозяева. Самым жирным должен был быть вот этот кубикул. Сразу было видно, они, дело в том, что рабочие, у итальянцев очень сложно получить разрешение на раскопки, они очень тебя контролируют, все прекрасно, но если вдруг это не раскопки, а, скажем, инженерная работа, то приходят рабочие и выносят все это лопатами. Вот они там уже сверху раскопали, как бы, почвенный слой и торчали стенки, и было видно, что здесь самая лучшая роспись. Вот так это выглядело на момент начала работы. А вот так это выглядело в середине наших работ. Это наша одна из самых лучших фресок, найденных. Ее в 18 веке вырубать не стали, она им не понравилась, а так, конечно, было очень красиво. Видите, вот это они в 18 веке вырубили, а снизу эротик оставили, не понравилось. Вот, видите, там белый, желтый и красный цвет в одном помещении, это почти никогда не бывает. А вот так выглядела дверь. Это вот, видите, зависли камушки. Выглядело не очень приятно, когда под ними копали, но все это укрепили. Вот как раз итальянские специально обученные рабочие их цементируют. У них такая идея, сразу как только видно место от балки, вставляется балка. Она еще на земле. Это очень здорово, потому что когда у вас вырастает стена, а балка уже там, не надо ее заталкивать наверх. Вот результаты работ. И внизу мы вдруг обнаружили стенки. Видите, стенки римские, а это непонятно какие. Это в 18 веке они выломали мозаику из пола и построили стеночки, чтобы не сыпалось лапильный. Так что, можно сказать, методику работы 18 века мы увидели. Вот так ведут себя археологи. Вот это мой друг археолог, а это реставраторы реставрируют. Специфика экспедиции состояла в том, что я возил иногда больше реставраторов, чем археологов. Потому что, как вы понимаете, не возить реставраторов, это все потерять. У меня дважды прокрутилась через экспедицию вся раборатория реставрации монументальной живописи Эрмитажа. Но они почему-то меня очень любят за эту тяжелую работу. Потому что кто же знал, что мы будем работать с фресками, настоящими римскими фресками по 3,5 метра высотой. Но у нас, к счастью, высококлассные люди. Они действительно уже все умели. Вот если археологи итальянские на нас смотрели с высока, ну там, варварский восток, высокая Европа, то реставраторам прекраснейшие отношения. Они видели высокий класс наших реставраторов и не пытались... Вот видите, вот это вот до реставрации стена, а это уже после. Вот так мы все это очистили. Стеночки. А вот то, что они выломали. Мы не знаем, что. В журнале не записано. Не все, к сожалению, записывалось. А, наверное, что-то очень красивое. А вот это они забыли выломать. В дверях осталась вот такая вот мозаика в виде кувшинчика. Это тоже самая лучшая, не бог весть какая, но самая лучшая обнаруженная нами фигурная мозаика. И вдруг под стеночками вылезли еще. Убрали стенки, а под ними вот такие меандры. Красивое было место, и, видимо, вот здесь и здесь стояли кровати. Два алькова, они просто так не делались. А на стенах больше двухсот, ну в этом помещении где-то под сотню надписей и рисунка, в том числе гладиатор вот такой, видите, прикрывшийся щитом. А где гладиатор сражался? Понятно где. Это помпейские гладиаторы. Видите, надписи на латинском языке, вот такие вот монограммы. И вот это все надписи. И вот там. И здесь еще фресочка небольшая. Итальянский такой профессор, Ворона его фамилия, он же кое-чего издал, там много чего интересного. Причем надписи, вот на греческом языке, делос написаны. Прим, кто-то свое имя написал, первый, ну, первый ребенок. Римни же простые ребята, они детей понумеровали, первый, второй, там третий. Я не шучу, это именно так. Или вот такие вот странные какие-то, как азиабры. Ну, в общем, вот, пожалуй, самое интересное, что мы находили, это именно надписи на стенах, поцарапанные. Видно, что они там лежали и царапали. Он очень твердым почерком. И вот как это выглядело. Видите, вход красный, вон мозаичка маленькая, да, и здесь вот желтая часть. Ой, извините. Вот полностью открытая эта часть с фреской, а вторая, к сожалению, вот так. Но я думаю, и видите, реставрация пола, чтобы мозаика дальше не рассыпалась. Мы с пол ведра набрали этих тессер, ну, как бы кубиков, которые выломали в 18 веке. Это подоконники они выломали тоже в 18 веке, пробивали пароход, мараморные. И вот всякие мелкие украшения. Вот, видите, это пинок, так называемая, ну, как картина, висящая на стене, а вот знаменитая продавщица Амуров. Это найденная в 18 веке. Но это точно одна рука. Это один художник. И я подозреваю, что эта продавщица Амуров была в нашем помещении, а не в том, в котором она по плану Вебера. Там есть такие ошибки. Вот. Я думаю, она была как раз на другой стене. Но чтобы выяснить, с нее надо снять эту самую рамку и посмотреть, какой цвет, сохранился ли цвет вот красочки. Если он белый, это с нашего помещения. Ну, я когда-нибудь их упрошу. Нашли мы и вот эти. Вот эти дамы. Вот они. Они находились вот здесь. То есть, все найдено. Это все находится в Неаполитанском музее. Очень интересная работа. Просто есть, где проработать. А вот это большой двор. В него, вот видите, здесь баня находилась и сюда выходили погулять. Вот так все это выглядело. Не докопались они везде до конца пола. Колонны некоторые стояли на месте. Они не упали. А некоторые упали. Но их тут же поставили на место. Вот они как лежали. Чтобы вы увидели, как все это выглядело. Конечно, это все потрясающе. Ничего подобного нигде, кроме этих мест, нельзя увидеть. И вот так мы их поставили. Здорово, да? Здесь у них был садик. Здесь было открыто дырка в крыше. И сюда, из бани, вот отсюда, выходили, подышать свежим воздухом. Видите, садик. И яма 18 века. Это они статую какую-то убрали. Мы от нее нашли постамент. Вот он. А статуи, увы, нет. А вот это вот мы уже копали в бане. Это тип педали, помещение для теплой воды. Я не думал, что там не будет ничего хорошего. Там был вход в виллу, в музей. Все было, какие-то банки кока-колы. Ужас какой-то. И вдруг оказался целенький теплый пол. У них была такая система. Видите, на колонках стоял пол, а туда надували теплый воздух. И туда можно залезть хоть сейчас. Пережило все землетрясения. Римский бетон. А вот здесь, в саду, вот такой альков. В нем было бронзовое сидение, его выдернули в 18 веке. А альков нам оставили. Вот там украшения, с трудом вообще спасли их. Когда мы закончили эту работу, сейчас это все открыто для туристов. То есть, этот весь участок, по нему можно ходить и смотреть. Я считаю, что это огромный успех нашей археологии. Мы как бы вписались в европейскую и получили кучу научной информации, принципиальную для нас. И начали изучать криптопортик. Ничего хорошего. Было непонятно, что это какой-то коридор, идущий неизвестно откуда. Здесь вообще никогда не копано. Неизвестно куда, потому что здесь дверь заложена. И было много светлых гипотез. Зачем? Вот это наши раскопки за два года. Мы там три года копали и докопали его. Вот как раз и тут. Так что я не так расстроился из-за того, что мы два года не ездим. Но нами, в принципе, закончена работа. Нужно начинать новый участок. Хотим копать вот здесь. Вот в этих помещениях были найдены самые лучшие фрески в 18 веке. Но самих фресок нет, но места мы найдем. Вот смотрите, как прекрасно все это выглядело. И тут была интересная находка. Мы начали копать и стали, я считаю, наша археология вышла на новый уровень. Мы стали находить фрески не просто в слое, а прямо в коробках пластмассовых. И когда я время даже докладывал, там зал просто лег от смеха, но все археологи взяли. Дело в том, что тут опять же производились небольшие раскопки, а потом, видимо, работы по постановке крыши. И всем рабочим всегда говорят собирать фрески в коробки. Они их поставили, поставили в углу. Вот этот криптопортик выходит на борт раскопа. Из борт налилась вода. И она сломала это вопили и замыла их полностью вот на такую высоту. Их было просто не видно. И мы стали доставать их в коробку за коробкой и только на отписывать. Наход керамитажа. Наход керамитажа. Очень смешно. Первый, я думаю, единственный случай в жизни. 18 коробок. Но мы потом нашли значительно больше. Мы порядка, наверное, где-то сотню нашли еще. Набили сами уже. И вот видите, здесь что произошло. Вот пол помещения и на нем такой развал. Считалось, что здесь было вообще место, куда сбрасывали мусор в 18 веке. Там они называют туда бурбоны, проклятые бурбоны. Но мы удивились, что потолок, вот она, вот потолок, ну эти самые черепица, лежит прямо на полу. Это не может быть, если в 18 веке сюда сбрасывали. И вот видите, это вот 3D-модель. Вот это все, обломки фресок, черепицы, завал. И вдруг пошли, вот такие куски пола. Но чтобы себе представить, что те ребята где-то выломали пол, потом его можно было только поднять в колодце, это страшно, трудно, и перенесли невозможный. Ну это невозможно. И гипотезу пришлось отбросить. Это упал пол частичного второго этажа. Вот здесь был второй этаж, а здесь его уже не было. Поэтому он стал... Очень тяжелые штуки. Нас было мало, мы с трудом их уговорили некоторых не поднимать. Ну потому что у нас просто не было на это сил. И выяснилась совершенно поразительная вещь. Вот эти фрески здесь прямо торчали, большие куски. И вот пол... Извините, это потолок, лежащий прямо на полу. Вот эта верхняя часть потолка, он вот так упал. В результате получилась очень интересная история. Вот это... Сначала здесь, в этом помещении, был строительный склад. У них лежал белый камень отдельно, вот здесь и здесь дробленая керамика отдельно. То есть все было по кучкам разложено. В 1962 году было землетрясение и все это рухнуло. И они решили не восстанавливать это помещение. Они заложили дверь вот здесь. Мы все не могли понять. Почему она, знаете, с одной стороны заложена идеально, замазана, а с другой просто так камни торчат. Ни одного у меня есть такого нет. То есть ремня работает очень хорошо. И потому что это все, это было уже не жилье. И сделали из этого помойку. То есть это помойка между 1962 и 1979 годом. Единственный случай. А вот так вот выглядело до падения. Видите, у них аккуратно кучка здесь лежит. Там вот дробленная больше, дробленная меньше керамика. Все это было им нужно. Здесь серый камень. Очень хорошо. В конце, по окончании работ, мы вот все эти остатки потолка засыпали, лопили и закрыли, полетили. Несколько находок я уже заканчиваю. Это вот таракотовая фигурка. Может быть, Юпитера, может, кентавра. Вообще, единственное, которое мы нашли за все время работ. А вот это странная вещь. И не поймешь, что это такое, правда? А спереди вот так выглядит. Сначала мы нашли одну лапку, потом вторую. А это мы нашли еще раньше. И решили, что это просто окротерий. А в результате оказалось, что это выглядит вот так. Это жёлоб для воды, а сверху был зверь. Вот такой. И тоже он один. Понимаете, если бы это рухнуло отсюда, это помойка. Но вот такая интересная находочка. А вот это, в завершение, забавная вещь, которую все любят. Это с кошачьими лапками черепица. Как сказал наш итальянский коллега, traces of cat activities. Так что кофе здесь тоже были, и они активно ходили. Вот так когда-то выглядела наша группа 2010 года. Вот там даже я в конце засветился. Волосы у меня же, конечно, не той длины, как во время сидения в Неаполе. Но вот таким составом мы работали. Потом у нас было то больше, то меньше. Но вот так это лицо русской археологии в Италии. Так что мы тоже приложились к этим местам. Спасибо за внимание. Вот так выглядит краткий очерк истории археологии этого региона. Готов выслушать ваши вопросы. Будет таковы имеется. Хорошо. Ответы они будут. Да. Да, да, я ошибся. Я оговорился. Да, 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 да. Все совершенно правильно. Вы правы. Вы правы. Да, да. Мозаика действительно находится в павильоне именно в Петергофе. Да, да. Совершенно справедливо. Это она. Да, она единственная. Вы можете пришли к вещам, которые имеются до этого. Передавайте мозаику. Нет. Вещи, все остальные находятся в Эрмитаже. Все вещи. Мозаика действительно в Петергофе. Извините, я ошибся. А вещи в Эрмитаже и к выставке Помпеянске даже что-то было выпущено по этому поводу. Вот по поводу подарков. Но не помню, бывали большие статьи. Вилла Попея как в этих стадиях на рекордах или виллах или виллах или виллах или виллах Значит, вилла Попея традиционная находится не в стабиях, а в Аппонтисе на территории города Тора-Ануцата. Это, наверное, вилла А. Вычислена она по надписи на стенах и там есть бюст вроде бы этой самой Попеи и, значит, Нерониана. Но среди наших 200 граффити есть граффити, в котором написано, что здесь была Попея тогда-то. Так что мы считаем, что настоящая вилла Попея у нас более того, я просто не рассказываю всех результатов наших районов, более того, примерно в километре от нашей виллы было найдено республиканского времени захоронения. Там святилище и несколько могилок. И эти все могилы принадлежат роду Попеев. Попея Помпеянка. Так что, возможно, это вообще ее рода историческая вилла. Вот. Вот такой интересный. У меня даже был докладик на эту тему небольшой. Так что, это еще надо посмотреть, какая вилла вилла Попея. Но та, которую вы говорите, это Апплантиси, и мы будем о ней говорить в ходе этих лекций. Да, это лучшая, безусловно, вилла округи Везувия, вилла Попея, так называемая вилла Попея в Апплантиси. Я с вами совершенно согласен. Спасибо большое. Был вопрос по поводу сейсмической активности. Насколько там высока сейсмическая активность, кроме самого изюляния и насколько она отразила виллах? Вопрос нужно повторить. Да, спрашиваю по поводу какова сейсмическая активность и как она отразилась в архитектуре. Ну, видите, разделить сейсмическую активность Везувия и невезувия невозможно. Никто не спрашивает, трясет, потому что трясет из флегрейских полей или трясет из Везувия. Вообще в округе Неаполя сейсмическая активность высокая сейчас. Но вот я ни разу не попадал в сколько-нибудь крупное землетрясение. Хотя местные говорят, что потряхивают все время, но возможно мы просто это не ощущаем. Италия же все время все звенит, шумит. Это, кажется, было землетрясение, но вот последнее крупное землетрясение по-моему в 80-м году было, где-то так. И тогда просто снесло значительную часть бедных кварталов Неаполя и рухнул весь перистиль виллы Сан-Марко. Он до сих пор не восстановлен в том виде, в котором он был раскопан. Настолько сильные были разрушения. Но говорить о специфической сейсмической архитектуре, если вы говорите о древности, не приходится, потому что они считали, что землетрясений здесь не бывает. И когда случилось землетрясение 62-го года, многие просто продали свои виллы. Там есть явные следы перехода к людям более низкого происхождения от аристократии. Они просто испугались и уехали. А те просто провели стандартный ремонт. То есть никаких специальных в древности антисейсмических действий не предпринималось. Да. Вы говорите об памятнике Артезиан недалеко от Керчи, и там есть явные виды сейсмической активности. Действительно, такие случаи бывают, потому что Крым тоже входит, и Таманский полостер входит в сейсмически опасную зону, и там видно, как стена разворачивается просто С-образно. Это очень редкий вариант. Вот эти замечательные люди, которые ищут землетрясения, я на одной конференции приснёс целую речь о том, как я недоволен их деятельностью, потому что один раз они мне показывали следы сейсмической активности на стене, которая была построена нашей экспедиции. В Артезиане действительно местами это выражено очень здорово, но вообще это бывает очень редко. Чтобы так была выражена сейсмическая активность, нужно было очень плохо построить, потому что вообще так стены не должны падать, и все остальные стояли. Что же было в Артезиане непонятно. Поэтому вот такой вид сейсмики, что просто всё развернул, это нужно было какому-нибудь повести на точку как бы на эпицентр землетрясения. Такого нигде там поблизости нет, несмотря на частые землетрясения до настоящего времени происходящие. Вы спрашиваете о том, как происходит распределение археологических зон, и как Эмитаж получил возможность копать. Нет, я об этом не говорил, но вообще это всё очень сложно. Везде. Это когда-то одна моя знакомая, она работала вместе с поляками, и что-то там она трусала, и уже совершенно была в невменяемом состоянии, на что холоднокровный польский реквейс говорил, раскопки совместные, интернациональные, очень сложно. Вот, распокойный такой поляк. Так вот, это действительно очень сложно, и это всегда происходит в силу каких-то случайностей, счастливых обычно, или несчастливых, но каких-то случайностей. Ну, вот, когда-то меня спросили, а вот как организовать экспедицию заграницей, что для этого нужно? для этого нужно совместное желание заграничных людей, наших, очень благостное, активно благостное отношение к руководству, активный начальник, который работает здесь, ну, в смысле, инициатор, и обязательный контрагент там. И это бывает не всегда. Вы не представляете, какое количество предложений копать за границей поступило в наш отдел за время моей работы. Ну, может быть, это происходит примерно раз в два года, а может и чаще. Вплоть до того, что греческий посол говорит нам, что мы будем копать в Греции. Ну, и что? Ничего? Вообще ничего. На этом все заканчивается. С испанцами мы просто смотрели дом, где мы будем жить, там, римскую Испанию копать. Ничего. Да? Потому что они были не против, но они были не очень в этом заинтересованы. Все застопорилось. И поэтому каждый раз это случайность. Итальянское законодательство позволяет работать иностранным экспедициям. Экспедициям под иностранным руководством. Российское законодательство, например, запрещает это. Возможно, только совместные экспедиции. И они все равно чистые экспедиции, там, Петрова, Иванова, неважно кого, а там может быть 90% американцев. Но все равно официально отвечает наших. В Италии по-другому. Возможно, иностранная экспедиция, она происходит под контролем суперинтенденции. Суперинтенденции это очень грубо охрана памятников. Но она у них не как у нас охраняет все от Палеолита и до музея квартиры Ленина, а у них она делится. Есть там медиевальная суперинтенденция. Например, под виллой Ариадны находится огромный грот, грот до Сан-Бьяджи. Это римское подземелье. Но потом там был монастырь средневековый. И она, то есть, как медиевальная суперинтенденция. Я не могу туда попасть, потому что они не любят смотреть античникам. Такие люди. Все очень сложно. Например, существует в Риме подземная суперинтенденция, которая отвечает за подземелье. Ну и так далее. И вот эти суперинтенденции, они дают разрешение. Раньше давал у нее компанское, точнее, помпеянское, а теперь дает Рим. Количество бумажек примерно втрое больше, чем то, которое я подаю для раскопок в России. И это не потому, что мы иностранцы. Она у всех такая. Ужасная бюрократия. Ну просто был, но тебя кто-то должен представить. Просто так, с криками, а мы хотим здесь копать, прийти нельзя. Была выставка в Рометаже Стабий. Может, кто-то из вас на ней бывал. И после нее они предложили нам копать. И я в это не поверил. Ну потому что я уже тертый калач в этом смысле. Я знаю, что врать нельзя. Но когда передо мной сидел руководитель фонда Стабий вот как бы за столом и рассказывал, где мы будем есть, как мы получим материалы, я в это поверил. Я знаю, очень большая энергия вот нашей заведующей, которая заинтересовала этим проектом, она искусствовед, и археология не нужна. Благость отношения дирекции и наличие там этого фонда, который делал все за нас, что было нужно там, привело к тому, что мы там работаем. А уже когда мы начали работать, дальше мы все знаем, куда подавать документы. У нас есть теперь там только один товарищ, по счастью, он болонец, а не неополитанец. С неополитанцами не просто иметь дело. И вот за счет этого уже одного человека и хороших связей с ним дальше все идет по автомату. решение, поставили на нас отчет и все. Но первые годы это было очень тяжело. Просто повезло. И опять же, мы хотели копать на Сан-Марко. Они сочли, что наш бюджет недостаточно велик для распактового объекта, который мы хотели копать. И перевелся нас на другой. Подожди, хотите копайте здесь. Нам это надо. И очень жестко нами поруководили. И мы там несколько раз, год за год, давай подаем на шуф, там, где мы нашли раннюю монету. Они нам год за год отказывают. Это не нужно. Вы выкупаете яму, это будет опасно для стен. Мы будем, какому-то, нужно шахту завязать. Нет? Ну давайте что-нибудь другое. То есть это честно. Мне нравятся моцарелла и гонянские эти самые макароны. Потому что просто это бесценная возможность для нашей археологии, для наших реставраторов. И мы ей пользуемся. У меня были экспедиции, когда мы год только реставрировали. Даже годы из 10 лет, 3 года мы вели только реставрационные работы. Один раз ни лопаткой, ни ножичком ничего не расчистили. Ну кроме как фрески. Поэтому ну вот как-то так. То есть такого-то единого центра, который распределяет эту подожревку. Нет. Это каждый раз ситуация. Вот работает экспедиция сейчас российская. Ну она не российская, в течение сте. Это они так утверждают. Она в течение сте французская. Она от университета Бордо. Потому что один из наших профессоров работает в Бордо. И он через них договорился с итальянцами. То есть каждый раз это очень особая ситуация. В истории нашей страны настоящих иностранных экспедиций будет меньше, чем у меня пальцев на двух руках. Наша одна из них. Что? Это катастрофически плохо. Это просто ужас летящий на крыльях ночи. И ну понимаете есть много таких примеров. Уж извините об этом. Наша страна вложилась в исландскую плотину. Знаете, что наше тогдашнее музейное руководство отказалось привозить в Эрмитаж целый храм, чтобы его разобрать, собрать и здесь оставить. Потому что это ненужные расходы. Это было 0,001% от того, что вложили в исландскую плотину. Но это было сочтено музейным руководством ненужным. В Польше стоит такой храм, в Голландии стоит такой храм. Я не говорю об Америке. А СССР, который просто построил эту плотину, решил этого не делать. И так и дальше все. В Риме Академия Американская, немецкий археологический институт, английская археологическая школа. То же самое в Афинах. Какие прекрасные страны имеют археологические школы? Финляндия, Польша. Мы имеем институт Константинополя, который пробили, потому что был такой до революции. И, слава тебе, господи, центра в Египте, даже два. Но почему не в Афинах и не в Риме? Это же, как вы понимаете, будет центр, будут ездить люди, будут связи, будут раскопки, все будет, ничего этого нет и не будет. Десять лет я единственная археологическая экспедиция в Италии. Вот, может быть, мы будем считать вторую, вот эту сицилийскую, хотя она такая, как бы, опять же, люди там наши, а вообще-то она французская для всех. Но все равно это ужасно мало для нашей страны. У нас что, страна маленькая? Если мне кто-то скажет, что денег нет, я буду хохотать несколько часов. Вы сами видите, на что выделяются деньги. Это просто как бы полное непонимание того, что делается в современной гуманитарной науке и как нужно действовать. Археологическая школа это одна большая снятая квартира и три человека штата. Все. Ну, до начала. А можно как у немцев? Целый институт. Конечно, вы понимаете, это очень больная тема. но мне кажется, что она, ну, как бы, я не понимаю, почему так. Ну, у нас страна тратит безумные деньги. Там есть прекрасная история. Например, однажды в Италии один известный искусстворец, русский эмигрант, он завещал свою виллу для того, чтобы в ней сделали тоже такую академию искусств. В ней жилье дипломатов, бассейн выкопали в его саду в Азароденчиков. Все прекрасно. Есть свои цели. На это цели деньги могут быть выделены. Есть ли карта расположения вилл в вопросе с эспанцией? Как демифицировали эти виллы цельной радиации? Это нужно повторять вопрос? Значит, карта открытых вилл есть, они многократно опубликованы, в том числе, если не изменяет память, даже в каталоге Ставианской выставки. Ну, естественно, это карты открытых вилл. Есть отдельный многотомник по виллам компании, где они все указаны. Виллы Августа и виллы Цезаря идентифицированы примерно по песневым источникам. Поэтому мы знаем, что они были где-то в этих местах, и обычно самую крупную виллу к ним относят. Но, конечно, стопроцентно эта идентификация не стопроцентна. Там нет надписи, как той, о которой мы говорили, что вилла ППЕ здесь бывала и так далее. Поэтому, ну, возможно, что-то и удастся найти. Да. К сожалению, два года мы не копаем. Я страдаю. Есть ли попытки раскопать баи? Баи вообще раскопаны. Это огромный археологический комплекс, потрясающе красивый, настолько большой, что частично он закрыт и зарастает, потому что, видимо, нет средств, ну, не выделяются средств на то, чтобы его привести в порядок. Но я всем рекомендую побывать в баях, потому что это, в конце концов, место, где сохранилась одна из купольных построек. То есть там реальный античный купол до сих пор есть. И это потрясающее место. Там поднялась вода и там такая вообще акустика и рыбы плавают снизу. Рекомендую там побывать. Там обычно за раз больше десяти туристов не бывает. Да. Это имеет я, видите, не историк, я археолог, и поэтому я вот сейчас не вспомню на память, как зовут этого римлянина, но, в общем, это был, по-моему, Пизон. Это тесть Цезаря, как считают. То есть это самая вероятная кандидатура. Того, кто ее построил. Понятное дело, что к моменту гибели виллы Папирсов она принадлежала уже кому-то другому. Но изначально вот такое предположение. Значит, вопрос о том, что реставрации, что во времена Муссолини пытались отстроить Колизей, а досталось ли Помпеям в это время или их не трогали. Дело в том, что мы вступаем на трудную почву разговора о том, как надо реставрировать. А может быть, надо так, как Муссолини? Может быть. Такого ответа нет. Например, в нашей экспедиции мы для сохранения кладок, я имею в виду не в Италии, а в Керчи, я, например, обычно кладу еще два слоя на цемент камня, прокладывая, естественно, все это, все понятно, отмечая места, и мы с одной очень известной реставраторшей спорили до потери пульса. Она говорит, ничего нельзя кровать, камень выпал, все до свидания, все должно оставаться как есть. Но просто так эти кладки видно, а так их не видно никому. Мы, как выдающие специалисты, об этом знаем. И, конечно, когда там какую-нибудь судакскую крепость просто заново отстроили, это может быть не очень хорошо, но тоже не всю. И я просто в детстве это видел, как это делалось. И поэтому это всегда такой путь. Колизей можно восстановить высочайшей точностью. Он будет восстановлен абсолютно достоверно. Может быть, это и стоило сделать. В Помпеях просто все так хорошо сохранилось, что, да, там есть восстановление вторых этажей кое-где, но в силу того, что, видимо, имперское око Муссолини, оно смотрело на более, с его точки зрения, масштабные проекты имперские, там реставрация проводилась, но чего-то вот такого масштаба не было. Ну, да, конечно, ну, такие культы существовали и в греческие времена, и вот Сульфатара привлекала всегда внимание, то есть следы их есть, конечно же. Это так, хотя храмов вулкана там, например, не было, но это большая редкость и так. Да, я тоже. Хорошо, спасибо большое, извините, что так, ну, сегодня такое объемное количество информации, но надеюсь, что вам не было скучно. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok